Ну что, добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас стрим, и мы начинаем строить наш первый зоопарк. Я выбрала для начала карту Тропики, Африку. Не знаю, почему Тропики. Большинство любят их за то, что все зеленое. Наверное, за это. В общем, думаю, что нам нужно начать с входной зоны. И я бы хотела разделить здесь дорожку на две части, чтобы основной поток сразу перенаправить в два направления. Сейчас будем тогда пробовать что-нибудь. Я немножечко попробовала что-то уже в песочнице, и мне пришла в голову идея использовать дорожки с перилами. Я обычно не использую их для ровных дорожек, только если высотные. Но в этот раз почему-то мне захотелось. Я решила использовать такую же тему, как у нас главный вход. Его не будем перестраивать самый первый раз. Только дорожка у нас получается... Шесть нет? Ну ладно, пускай шесть будет. В общем, посмотрим, эти перила могут в каких-то случаях, может быть, играть роль ограждения между вольерами. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Мне захотелось попробовать. Так, я раньше не делала. Еще хотела попросить, чтобы вы подумали над названием. Я не стала как-то называть парк. Подумала, возможно, вы захотите как-то принять в этом участие. Поэтому, если будут какие-то идеи, пишите. Ну и, конечно, можете задавать какие-то свои вопросы по игре в целом. Смогу, может быть, что-то рассказать, показать. Я подумала сделать такой, как круг. Потом убрать вот эту дорожку. И здесь, не знаю, может быть, какой-то лес сделать. Или парк, что-то в этом роде. И дорожки тогда пустить по обе стороны. Пiß Una. Ну, думаю. Это парк, что-то. ραщик. П Pine disappearing. Что-то не очень круп, конечно, получился. Где-то что-то пошло не так. Ну, основная разметочка сделана. Привет, Иван. Мы только начали. Я просто делаю разметку. Я хочу перенаправить основной поток сразу в разные стороны, чтобы люди не толпились. По центру здесь может быть какой-то лес или парк сделать, что-нибудь украсить, в общем, и начать здесь потом делать вольеры. Так, давайте, наверное, сейчас тогда построим необходимые самые здания у нас здесь, которые... Потому что без них все равно никак. Возьму сразу большой домик смотрителя. Карантинную зону, в принципе, маленькую можно взять. Ну, научный центр и мастерская нам здесь будут не нужны, потому что здесь все изучено, в принципе. Можно еще сразу поставить водоснабжение и трансформатор. Я думаю, собрать это все в комплекс, чтобы потом можно было его просто копировать и вставить куда-нибудь в нужное место. Так. Как-то это надо собрать. Так. Всем привет, привет. Так. Как из этого собрать что-нибудь? Ну, я думаю, центр обмена карантинной ветеринарки я, наверное, на первом этаже оставлю. Ну, это было бы, наверное, логичнее, чтобы с животными по лестницам не бегали. Так. Так. По музыке все нормально, да, не громко? Ну да, учитывая, как ветеринары носятся с ранеными животными, если они споткнутся на лестнице, будет не очень здорово. Да, спасибо за обратную связь. Потому что я пробовала записать, и мне что-то не получалось нормально музыку настроить, то громко, то тихо. Вот не знаю, напишите, как у вас по качеству, должно быть 1080. Я пробовала делать пробный стрим, и там не было проблем. Возможно, интернет. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как его собрать в здание... Так что дорожка тоже пока... Так просто прикинуть... Продолжение следует... Продолжение следует... То все на самом деле не так сложно... Нет, не пауза... Я просто... Во-первых, чат читала... Во-вторых, я поняла, что у меня что-то здесь не сходится... Лестницу сверху не сделать, как я хотела... И думаю... Что я сделала не так... Я просто прикидывала пробный вариант... Как это можно собрать... И... Что-то не то получается... Что-то не то, пока не поняла что... Местами поменять может... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то... Что-то как будто все равно все не то... Вот... Решила... Не буду готовиться... Буду импровизировать... Но маленький чертеж все-таки накидаю... Но нет... Это как всегда... Все равно все пойдет не по плану... Продолжение следует... Ни в freshstern... Со downs... Продолжение следует... Делать creючку... Продолжение следует... Ох, да... Решил... Так, оно... Теперь, это будет согласно... Кzdон... Делать крючок... Парабли... Класс. Класс. Я не могу простить. может быть здесь надо что-то местами поменять вроде не так много объектов вроде не должно быть сложно запутаться здесь но почему-то могу умею практикую называется персонажа с кувалдой но нет на самом деле тут есть этот как он называется бульдозер и при желании можно все разом снести кстати удобная штука можно дорожки не как раньше по 1 удалять разом большое количество так так ну теперь это уже похоже на что-то ну наверное ставлю так потому что можно бесконечно это все крутить вертеть так и что у нас здесь опять фух вроде справилась базовой частью крипто бродяга я вот не вижу у тебя после там часть короче комментария закрыта сердечком я смотрю с планшета и там стоит сердечко в углу это я не знаю новая возможность реакции что ли добавлять и часть комментария закрывая так что я прочитаю чуть попозже когда кто-то напишет и она повыше уйдет так возьму тогда украшу его этими же вещами о спасибо иван кафетерий вниз я сперва тоже так думала это не кафетерий ком-то отдыха просто просто мне показалось как-то реалистичнее все таки с животными здания внизу поставить чтобы ну отдохнуть и кофе попить персонала без проблем по лестнице сходит животными по лестницам бегать ну такое так что тут нам еще может пригодиться ой это другая часть ну вот кстати лайфхак маленький возможно вы знаете возможно нет наверняка не раз сталкивались такой ситуации что вам например нужно выделить одну часть и другая вам не дает вот к примеру здесь идет вот стекло а за ним идет еще одна часть и вот я хочу это копировать я не могу допустим ну здесь сверху можно но допустим нельзя мне нужно две эти части как-то копировать очень легкий способ можно вот это стекло например удалить выделить нужные части потом через control за вернуть назад стекло добавить сюда стекло и другие части вот и таким образом можно добираться до каких-то элементов которые вам с первого раза мышкой не попасть не кликнуть так дверь и вроде все так двери вроде все и и и и и и и и Тимур спасибо большое Спасибо большое за комментарии под видео Мне очень приятно читать Обратную связь И крипто бродяга тоже Спасибо большое Что практически под все видео Что-нибудь да напишите Мне приятно Со всех сторон ровно встают Потому что я это делаю все в группе В одной Абсолютно все элементы Пока которые я использовала Вот они как бы в одной группе Так, теперь бы это со стеклом Как-то сюда красиво вписать Сейчас попробуем Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! я вот из этой вот группы что я скопировала я выхожу добавляю вот в свою группу и они получаются все элементы в одной группе еще про вот эти параметры тоже не стоит забывать они помогают размещать более удобно ну то есть вот так допустим если 4 метра а если скрутить то тогда можно более под себя что ли настраивать не знаю как объяснить так здесь проблемка он хочет стать как стекло поэтому что я сделаю я сделаю попробую этот другой группой выйду из группы и попробую их тогда вручную по 2 а так а что тут почему как ты вот хочется чтобы вот такая вот идея была как бы она здание прикрывала вот это ну допустим так наверное можно тогда еще пол сразу положить пол лучше ложить максимально низко чтобы слегка прикрывать дорожку иначе когда персонал будет ходить у них ноги по щиколотку будут проваливаться потому что они как бы не видят декор а ходит именно по самим дорожкам «Марк coastа» «Конки, пояс, при, пояс, на table» «Марк нужна족 Vergогу» «Конки, пояс, на той же уровне и надевая листья, пояс, на того чтобы терять женские губки гернать при этом Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у нас получился такой кусок, не очень красивый В таком случае тоже можно взять, допустим, копировать Потом выйти из группы и вручную подогнать уже Как вот так вот, например Ну, вроде похоже На то, что у нас у входа Так, поехали дальше тогда Вот это, конечно, такой момент Наверное, не сильно интересный Но мне бы не хотелось ставить вот голые здания И, наверное, готовые варианты здесь вы тоже уже сами смотрели Все-таки интереснее будет, если мы попытаемся что-то сделать свое Так, нет, лучше начать было Вы можете выходили из группы Тогда с этого Чтобы оно сбоку ровненько сходилось Вот так вот Мне кажется, что у нас тут темно Вот Почему я сразу так не сделала Иногда забываю Я просто обычно не играю в песочнице И забываю, что можно подкручивать любой момент Время, чтобы удобнее было что-то устанавливать Так, спасибо вам Добавил субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все строители разбегутся К сожалению, у нас только один строитель Это я Было бы здорово, если бы были еще какие-то Строители, которые в этом бы помогали Как-то ускорить этот весь процесс Я не знаю, как вы думаете Надо ли здесь еще одну стенку поставить Или она здесь лишняя Но вот это, кстати, да Я тоже часто думаю, что очень жаль Что нельзя регулировать с одной стороны Чтобы были В принципе, есть хитрость Можно сделать, допустим Если двойную дорожку Вот, например Если я сделаю Вот так То, в принципе Вот здесь я могу убрать их Так, это не то Вот И тогда, как бы, получится Здесь их нету И только с этой стороны Но это не всегда удобно И не всегда хочется делать двойную дорожку Поэтому, да Здесь бы А может быть здесь их и убрать Детка, я тут на чатик отвлеклась Да, сетка не только у дорожек Сетка вообще Это очень важный элемент строительства Который очень сильно может облегчить жизнь И советую строить что-то Ну, например, брать В общем Ах, потерялась Брать сетку От вот этой главной постройки От входа Вообще не важно, что вы строите Что-то Магазин какой-то Здание для персонала Вот вы ставите сюда Добавить в группу Устанавливаете где-то Потом выходит Сейчас Нажимаете сюда Выйти из группы Отделить от группы И он у вас, как бы, уже теперь в своей группе Но которая идентична вот этой главной И вы здесь, когда будете строить Например, балки ставить Там, я не знаю Сейчас пример покажу Так Ну, вот, допустим Вот всякие такие вещи, да Допустим, когда их часто копируешь Только она сейчас не в группе Ну, если добавить в группу Часто, когда копируешь Бывает, что Балка копируется Как-то вот в бок уезжает Вот это как раз потому, что Все идет по вот этой основной группе Как вход начинается Если строить все по этой группе То тогда такой проблемы нет И когда вы уже закончили Вот эту постройку Все балки красиво расставили Вы потом свою вот группу Вот сейчас я выделю У вас вот своя группа есть И вы ее можете потом уже Как угодно повернуть В любое место поставить Просто так удобнее строить Вот Как квадратные дорожки делать Сейчас покажу Квадратные это только по сетке Вот мы выбираем по сетке Выбираем сетку И вот здесь вот внизу Если чуть покрутить Есть под прямым углом Если галочка стоит То у нас получается квадратная Если мы убираем галочку То круглая Это можно только по сетке делать То есть если я без сетки Это вот недоступно здесь Кусты Кусты обязательно будут Нам еще нужно будет украсить Вот этот огромный участок Я думаю там и кусты И деревья будут На здоровье спрашивайте Если что непонятно Что знаю Все расскажу Подскажу Так а пока я отвлеклась Я пропустила или нет Кто-то сказал Ставить мне здесь стенки Вот здесь Или не надо Или лучше без них Так и дорожку я еще хотела Здесь По-моему перил убрать А тогда здесь убирается Нет Наверное лучше все таки оставить Чтобы было одинаково Да Да Клумбу я сделаю Только чуть-чуть в другом месте Не знаю Просто здесь Генератор Насколько Наверное это для растений Не очень хорошо Я так Предполагаю Ну не знаю Если хотите Могу конечно поставить Но я думала Клумбу Вот здесь сделать Чуть позже К ней вернуться Так а здесь Может быть тоже Тогда Сделать стекло Не загорится Наверное Нет это хорошо Если не загорится Но листики Это наверное Потемнеет Я так думаю Хотя Я не знаю Насколько вредны Могут быть Эти генераторы Но когда я их вижу Они не вызывают У меня желание Рядом Посадить что-то живое Кусок стены Со стеклом Нет Можно конечно брать Я не знаю Я просто Переживаю Что Вдруг он там Не так как-то По сетке Опять встанет И Лишние сложности Так По одному Как-то Кусочку Что-ли Ну Меньше риска Что куда-то Что-то уедет Так-то да Конечно Можно это все Выделить Можно вообще Взять этот кусок И этим Продвинутым Перемещением Вручную Двинуть Туда Мне хочется Максимально Чтобы все Было в одной Группе Персонал Ну Ну я не знаю Люди же работают Как-то с генераторами Возможно Людям Это не так опасно Ну я честно Говоря не знаю Возможно Для растений Это не опасно Просто это моя такая Ассоциация Что мне как-то Кажется Что растения Очень хрупкие И чувствительные Да Для подогрева Персонала Точно Чтобы там у них Микроволновка Чайник Все работало И тепленько было Там у них Кстати даже А Так Вот да Здесь Телевизор Компьютер В общем Все что нужно Даже гитара Есть Сюда Может быть Еще стекло Поставить Что-то Как будто бы Или мне кажется Да нет Вроде ровно Хотя наверное Нет Здесь вот это А может быть Нет Там двигать Некуда Ну ладно Наверное Пускай Тогда будет Так Ага Здесь торчит Это может быть Такое Дизайнерское Решение Белая полосочка С одной И с другой Стороны Если вас Это напрягает Напишите Я подвину Если нет Тогда оставим Так Еще вот Эта сторона У нас Тогда осталась Что-то Не выделяется О А они в разных Крупах Что-ли Ну вот Почему я не беру Сразу Стекло И вот Эту вещь Потому что Вот что-то Не берется А по старинке Так как-то Проще Ага Здесь сторона Значит Неудачная Сюда у нас Свет Не попадает Вот жалко Что На самом деле Тоже важная Вещь Когда Начинаешь Строить Я вот это Знаю Но до сих пор Я не могу Себя К этому Никак Приучить Что нужно Обращать Внимание Где у нас Солнце Значит Встает И садится По какой Траектории Чтобы вот Не было Такой ситуации Что мне Здесь нужно Солнце А я Не могу Его сделать На зданиях Это естественно Не так критично А вот Если например Какой-то Вольер Я вот Работаю Сейчас На третьем Сценарии И там Я построила Вольер И там Как раз Получилась Такая ситуация Что я Это не Предусмотрела Никак И В общем Обитатели Этого вольера Практически Всегда Находятся В тени Ну Как бы Вольер Конечно От этого Хуже Не стал Но Красивые Ракурсы Когда Эти обитатели Подсвечиваются Солнышком Уже Как бы Не сделать Все-таки Они Немножко В теньке И это Немножко Печально Бау-баб Бау-баб Надо Это В плане Где Кому Надо Я Немножечко Мысль Потеряла Ну Ну В принципе Этим Я Установила Себе Какой-то Будет Больше Времени Для Работы Над Сценариями Уехала Чуть-чуть Рядом С генератором Думаю Бау-баб Тут Не влезет Такие Большие Толстенькие Деревья Так А тут Что Вылезло А это Что Такое А Господи Это От генератора От водоснабжения Вот Эта Рамка Что Такое Поближе Ах Походу Никак Только Если Нижние Поднять Что Здесь Опять Почему Он не хочет Выделяться Я не понимаю Ни в какую Но это Смешно Вот Наконец-то Нет Водоснабжение Не задвинуть Они у меня Здесь тоже Стоят По сетке Здесь С этой стороны Такие же Перила Они Вдруг Друг Упираются Так Что Там Не Подвинуть Ну Сделаем Тогда Так Теперь Надо Как-то Эту Штучку Поймать О Даже Быстро Получилось Ура Лестницу Осталось Сделать И Наверное Здесь Не хочется Положить Какую-то Вот Такую Перекладину Что-то у нас Балка Квадратная Немножечко Закрыть Этот Это Как это Из-под Зданий У них Вокруг Такая Зона Ну Как Подставка Металлическая Не знаю Как это Назвать Так Еще Полезная Штучка Шаг Поворота Включается Через Пробел Или Вот Здесь Можно Установить Например Сразу 45 И Крутить Чтоб Оно Ровно Поворачивалось Если Вы Строите По Основной Сетке От Вот Этого Здания Начального То Все Будет Ровненько Ложиться Вот Сейчас Прикроем Просто Этот Может Сверху Такую Тоже Надо Сделать Здесь Получается у нас сверху стена и коричневая такая. А здесь внизу нет никакой стены. Что мы можем с этим сделать? А если так попробовать? Вот. Можно вот эту штучку поставить. Да, так одинаково получается. Ну и здесь тогда. Лесенки мы сделаем. Что-то у нас тоже было для лесенок. Сейчас посмотрим. Да. Такие штучки можно поставить. Николай, привет! Здорово, что получилось. Мы строим тут комплекс для персонала. Я сделала небольшую разметку от входа. Здесь будет, наверное, лес или парк, что-нибудь такое. здесь идут дорожки. Здесь идут дорожки, чтобы перенаправить поток сразу в две стороны, чтобы люди не толпились. И вот я пытаюсь собрать комплекс для персонала в таком же стиле, как у нас главный вход. Я решила его не перестраивать в первом парке. Заселять. Ну, посмотрим, как по времени, что успею. Не хотелось бы бросать, ну, не доделать, бросить, начать другое. Все-таки хочется. Мы уже почти доделали. Как-то украсить еще вход, наверное, хочется. Если успеем, если я буду в состоянии, то, конечно, кого-нибудь заселим. Я пока не знаю, сколько будет идти стрим. Посмотрю по ощущениям. Все-таки первый стрим, я не знаю, как быстро я устану, не устану. Так, ну, в принципе, наверное, все. Я не знаю, можно еще добавить знаки, где у нас что находится. Где у нас знаки? Так. Здесь у нас центр обмена. Цвет фона, если кто не знал, знаков тоже можно менять под, ну, под любой стиль, подстраивать. Так, здесь у нас комната отдыха. Спасибо большое. Спасибо. Да, можно фонтан. Я думала на эту тему, а потом подумала, что... Ну, не знаю. Очень многие делают при входе в центре фонтан. Я хочу попробовать что-то другое сделать. У меня есть одна мысль. Сейчас я вот закончу. Я даже думаю, может быть, это здание как раз в центре разместить. Ну, посмотрим. Сейчас вокруг украсить. Доделаю, доставлю знаки и покажу, что я имею в виду. Так, что у нас осталось тогда? Здесь все вроде. Угу. очень богат. 쉽на плачь. Угу. 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 Какаяitions. Угу. Угу. Их games. Угу. 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 так ну вроде бы все а я хотела еще хотела еще здесь небольшую клумбу сделать какую-нибудь прям так стоп это не то перевод пила прям из этого же так нет не стекло так Я быстро, я не буду сейчас тут прям какие-то изыски творить, что-нибудь быстренькое, простенькое, просто чтобы было поинтереснее немножко. Вот, и теперь кусты. Давайте посадим какие-нибудь кусты. Тут, кстати, еще тоже, может, кто-то не обращал внимания, есть типы растительности, и тут можно поставить кусты. Что тут у нас есть? Наверное, такой можно поставить. И что-нибудь маленькое рядом. Побольше чуть-чуть. По поводу озера. Ну, это же у нас комната отдыха только для персонала. Я не знаю, насколько им можно. Чисто заморочиться просто для красоты, конечно, можно было бы сделать, но я думаю, что это будет очень долго. Но можно будет сделать потом какое-нибудь кафе с видом на какую-нибудь воду. Не знаю, посмотрим. Зоопарк у нас в тропиках в Африке, потому что знаю, что большинство любят тропики, зеленую траву. И для первого зоопарка мне показалось, что лучше выбрать тропики. Я хочу все-таки еще кое-что сделать на вес. Что-то вот аналогично такому. Прямо что-то такое хочу. Вот здесь вот сверху. Так, что-то он как-то... Наверное, его надо будет как-то двинуть. Ну вот почему-то не хочется, когда несколько деталей... ...как-то ровно ставить. А вот отдельно вот он уже ставится. Вот, прям вот, прям ровно. Ну, не знаю, в чем прикол. В общем, это главная причина, почему я по одной части беру. Так, а тут, наверное... ...такую поставить. Вот опять что-то не хочет. Вот почему... ...почему ты не хочешь. Загадка. А почему он мне группу вообще не показывает? Что-то я не пойму. Не дает группу выбрать. Что происходит? Ладно. Так, стоп. А у меня вообще... Что произошло? Почему все по-разному? Фух. Я уже испугалась. Думаю, блин, я все собирала в одну группу и все рассыпалось. В общем, баг какой-то. Почему-то группа не показывалась. Очень страшно. Так. Ладно, уберу это в сторону сейчас. Угу. Угу. Вот хулиган какой. Или так и должно. Да нет, немножко неровно. Вот я не люблю, когда так. Вот. Все вылечилось. Супер. Музыка. О, спасибо, что сообщил. А потому что у нас закончился плейлист. Это значит, у нас стрим уже, наверное, где-то час идет, да? У меня музыка играет в этом. В проигрывателе. Я пробовала настроить музыку вот здесь в настройках звуки, но почему-то как-то тихо было. В общем, ковырялась и решила, что просто я альбом запущу. И там вот ограниченное количество же треков. Надо было, наверное, поставить, чтобы оно по кругу крутило, но я что-то совсем забыла. Это, как всегда, в последний момент все в попыхах. Ничего не успеваешь. В следующий раз тогда посмотрю, где там. Не буду сейчас отвлекаться, ковыряться. Ну что же опять такое? Вот. Все. Для носочей можно сделать вольер, но на самом деле сильно популярные животные входа – это не лучшая идея. Потому что, ну как? Ну, к популярному животному все хотят. А это создает дополнительно пробки, и все вытекающие отсюда проблемы. Поэтому все-таки лучше у входа ставить менее популярных животных – раз. А два – нужно ставить животных, которые уверены с людьми. Вот у нас здесь в зоопедии у животных есть графа. Так, где? Вот. Отношения с людьми. Уверенные. Вот первые свои вольеры на входе. Ставьте обязательно уверенных животных, тогда вы забудете про стресс. Вначале ставьте уверенных, чуть подальше ставьте нейтральных, и уже где-нибудь в конце или на окраинах ставьте пугливых. И тем самым вы, ну, разгрузите свое время и нервы с тем, что у животных постоянно стресс. С застройкой время быстро всегда проходит. Да, это так. Это просто можно очень в этом потеряться. Поэтому я рассчитываю, что я все-таки не сильно в этом потеряюсь, потому что непривычно так много болтать. Я обычно строю в тишине. Даже более того, я почему, например, не записываю для видео озвучку сразу, не комментирую в процессе, потому что мне довольно сложно. Меня вот строительство так поглощает, я так сосредотачиваюсь на чем-то. Ну, не только строительство, вообще все игровые моменты, что мне сложновато вспоминать, что надо что-то говорить. Поэтому спасибо, что вы что-то пишете, задаете вопросы. В моменты, когда я немного забываю, что нужно что-то говорить, я так смотрю в чатик, и вот находится тема, на которую можно что-то сказать. За авторские права нет, не прилетит. У них статья была, по-моему, прошлым летом, когда у них вышел альбом «Звуки лета», у них была статья, где они писали, что их музыка, ну, они разрешают ее использовать для контента по этой игре. То есть не в каких-то сторонних там играх или для своих каких-то целей. А если вы снимаете что-то по их игре, то без проблем можете использовать музыку. Они не против. Носорогов, в принципе, можно. Надо будет посмотреть, как там у них отношения с людьми. Но единственное, я вот думаю, все-таки, наверное, первое животное, учитывая, сколько у нас ушло времени на вот это вот начало, а мы же еще не оформили это входную зону полностью, это мы пока только такие самые необходимые здания делаем для персонала. Хотелось бы, наверное, все-таки первое животное, какое-нибудь небольшое взять. если мы хотим сегодня успеть построить какой-то вольер. Наверное, это нужно, чтобы был небольшой вольер. Поэтому добавить вот сюда немножко опоры, чтобы это как-то, я не знаю, по-реалистичной, что ли, смотрелось. Я, конечно, не особо что-то в этом понимаю, как они должны правильно располагаться, но в общем, делаю интуитивно. Я не архитектор, там не строитель. Ну, в игре-то, понятно, все не рухнет, а по поводу реалистичности, если не совсем, ну, извините. Так. Там палочка торчит, надо ее удалить будет. Какие у меня самые любимые животные? Это хороший вопрос. Я на самом деле думала о нем и пришла к такому выводу, что я, наверное, не знаю. Я, конечно, если так смотреть по жизни, я очень люблю кошачьих. Это прям моя слабость, моя любовь. У меня у самой коты. Вот. Но чем больше я узнавала эту игру и смотрела на других животных, причем некоторых животных я видела вообще первый раз в этой игре. Например, кто такие бентуронги, я не то что не знала, я даже не слышала о них никогда. так что, наверное, я не смогу сказать, какое у меня любимое животное, но в игре мне, наверное, больше всего все-таки нравятся животные, у которых много вариантов окрасов, генетические мутации, вот все такое. Мне это просто интереснее. Я почти полтора года этим занималась, разводила животных, коллекционировала редкие окрасы, ну, в общем, это мне было интересно, поэтому, наверное, можно сказать, что животные, которые имеют редкие окрасы, вот они мне наиболее интересны. Причем не важно альбинизм, там, лейцизм, меланизм, не столь важно, важно, что просто есть какой-то редкий окрас, и мне интересно вот его достать, посмотреть. Так, ну, наверное, все, достаточно уже. А, нет, одна деталь. Хотя, ладно, надо уже ставить. Так вот, что я хотела? У меня была такая мысль, сейчас, у меня была такая мысль, пробегала тут, что если установить это здесь, это будет и удобно в плане с разных сторон, с разных вольеров, можно будет сюда подходить. Поэтому, естественно, вокруг надо как-то все украсить, но мне почему-то кажется, что стоит попробовать установить вот где-нибудь прямо серединку и сейчас обратно тогда. Вот, кстати, про бульдозер говорили, да, что удобно с ним теперь дорожки удалять. и там, кстати, настройки можно регулировать. Вот у меня дерево удалилось, потому что у меня природа стоит. Можно это убирать, можно все убрать, оставить только дорожки и смело, чтобы ничего лишнего не удалилось. Ну, в общем, от нужды настраивать как-то под себя. может павлинов? Павлинов, кстати, можно. Я тоже над этим думала. Думала каких-нибудь таких, наверное, простых животных попробовать. Ну, посмотрим. Я еще думала над бородавочниками. В принципе, у нас же Африка и какая Африка без бородавочников? Довольно простые стандартные животные, но мне кажется, в Африке должна быть пумба. Тем более, как я говорила, нам надо сделать на входе каких-нибудь не сильно популярных животных, чтобы у нас люди потихонечку проходили дальше, останавливались только те, кому конкретно интересен ну, например, бородавочник. волков тоже хорошая идея. Они себя тоже, да, вполне уверенно чувствуют, но с волками даже не знаю. Вообще, я не знаю, поспойлерить вам немножко волки и павлины будут ждать вас в третьей части карьеры, поэтому я не знаю, насколько стоит, так, что здесь у нас происходит? Почему не хочет коннектиться? поэтому не знаю, насколько интересно это будет, что ну, хотя когда там эта серия третья выйдет, не знаю, но волки, наверное, все-таки мне они нравятся, это очень хорошая идея, но когда ты приходишь в зоопарк в тропиках, наверное, волки, это не то, что ты первое увидишь, поэтому, наверное, павлины все-таки немножко правдоподобнее, хотя я не знаю, я, конечно, не была в тропических зоопарках, точно сказать не могу, может быть, там как раз и волки встречают. Павлины, павлины, нет, они не пугливые, они себя вообще комфортно чувствуют с людьми. Дымчатые карака, ох, 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 заговариваюсь уже, дымчатые леопарды, каракал, они как раз пугливые, хотя по дымчатому точно скажу, что он пугливый, по каракалу точно не помню, надо проверить, но если судить по реальности, то в реальности, да, в игре тоже, по-моему, пугливые, в реальности они очень пугливые, у нас в зоопарке есть каракал, и его увидеть, это вообще, это если идти туда поздно вечером, когда уже почти все разошлись, может быть, он свой нос покажет, выдры, да, выдры, выдры, не помню, ополи вида, но какой-то из видов точно не пугливые, точно бы подошли, но опять же, выдры, это им нужно заморочиться с вольером, я сомневаюсь, что мы сегодня прям такое успеем, там же им нужно как-то водное пространство сделать, чтобы оно просматривалось, ягуары, насчет, вот, кстати, насчет черного окраса и мутаций, так как мы в песочнице, здесь вряд ли я смогу какие-то редкие окрасы по заказу в вольер ставить, потому что ну, тут что есть на рынке, то есть, у меня в коллекции они, конечно, есть, но это во франшизе, когда мы будем делать зоопарк в франшизе, там можно будет что-нибудь тогда по заказу какие-нибудь, я не помню какой статус у панд, фламинго у них, по-моему, нейтральные, но фламинго я точно скажу, если вы поставите на входе, они точно будут стрессовать, слоновые черепахи у них тоже нейтральны, но они вот сто процентов будут стрессовать, прям тысячу процентов с черепахами вообще очень много проблем, очень, ну, сложно сделать, чтобы они не стрессовали, я в какой-то момент психанула, и я стала черепах делать только под крышей, под крытыми вольерами, чтобы они все время находились как бы в укрытии и не стрессовали, потому что это просто невозможно, у них постоянно стресс, эти уведомления раздражают. Одностороннее стекло можно поставить, можно еще поставить знаки, можно еще, ну, много чего можно предпринять, просто это лишние сложности и логичнее сделать их где-нибудь подальше, не на входе, где они себя просто комфортнее будут чувствовать. Просто сейчас вот первые, я не знаю, два-три вольера, посмотрим, как расположение пойдет, их нужно бы поставить как раз вот животными, которые уверенно с людьми себя чувствуют, а дальше уже можно будет по желанию любых животных. экспозиции, да, я, кстати, думала, что может быть сделать экспозицию вообще проще, чем вольер построить, но с экспозициями я не знаю, я думала, наверное, просто поставить обычный ящик этот, ну, вам скучно будет, я думала, какой-нибудь можно будет центр построить с экспозициями просто чуть попозже, ну, в плане где-нибудь подальше и тоже прямо это сделать как отдельное какое-нибудь здание или что-нибудь, где в одном месте много разных животных. у меня тоже одно время такая была мысль, что, похоже, они в какой-то момент начинают стрессовать вообще все, но на самом деле потом я себя поймала на мысли, что я ни разу не видела, чтобы стрессовали животные, которые с людьми у них уверенные отношения. Обычно стрессуют пугливые, но это понятно, и у кого нейтральные отношения. Вот, поэтому хочу попробовать вот эту теорию, что на входе поставить только уверенных и так далее. наверное тут стоит высокую траву. Кстати, вот сейчас интересную штуку вам расскажу. Я не знаю, напишите потом, мне интересно, кто-нибудь знал про это или нет. Случайно, конечно же, додумалась не сама, конечно же, увидела, так сказать, у англоязычных коллег, или как, ну, в общем, увидела на другом видосе. оказывается, благодаря горячим клавишам есть возможность как это вызвать скрытую или я даже не знаю, как это сформулировать. В общем, размер кисти у ландшафта если мы двигаем вручную, вот у нас здесь есть один, два, там, ну, вот любая цифра, да, а если мы делаем это горячими клавишами, горячие клавиши это у нас господи, так сейчас, да, нашла скобки квадратные или на русской раскладке это х и твердый знак. В общем, у каждой единицы есть три стадии. Я сейчас выберу, что такое контрастный камень, например, да, и вот у нас стоит самая минимальная кисть, стопроцентная интенсивность, провожу линию, ну, вот как это, выглядит. Теперь нажимаю вот на твердый знак, вот, видели, да, кружочек чуть-чуть побольше становится, а здесь по-прежнему единица. Рядом провожу, уже дорожка потолще. Еще раз на твердый знак, еще кружочек больше, но тут опять единица. и рядом тут вот еще получается у каждой кисти, у каждой единицы, вот сейчас будет два, а, вот, это я вторая, не прожалась у меня третий раз, вот, третья дорожка, эти две одинаковые здесь, и вот следующая, вот уже идет двойка, и теперь у двойки также, три раза нажимаю на этот, твердый знак, двойка остается, а радиус меняется. Это на самом деле удивительное было открытие, я посмотрела видео, я бегом побежала в игру это пробовать, и думаю, боже мой, почему я раньше этого не знала, это же потрясающе. В общем, интересно, напишите, знал ли кто-то про эту фишку, или это я одна недавно об этом узнала. так, ладно, закрашу это все, чтобы не выделялось. Я хотела здесь траву длинную сделать, так как я здесь все засажаю растениями, засадю, засажаю, наверное, логичнее, чтобы здесь была высокая все-таки трава. Не знаю, мне вообще очень нравится делать высокую траву, я, по-моему, говорила это во втором видео карьеры, я очень люблю делать высокую траву, где вот я ставлю какие-то растения, как покрытие, или деревья под деревьями ставить, мне кажется, что это реализма добавляет, а иначе плоская такая трава, и как-то немножечко временами под некоторым углом странно выглядит, когда деревья торчат из такой травы, поэтому я вот люблю закрашивать такие вот места высокой травой. Да, бонобо орангутанов можно, на самом деле там очень много я смотрела, очень много приматов, которые именно уверенно с людьми себя чувствуют, и можно было их бы в принципе тоже поселить, но я опять подумала, ох, сажать каких-нибудь приматов, обезьянок, им нужно строить какой-то комплекс, лазить, можно, конечно, поставить готовые, но я сомневаюсь, что большинство здесь собралось посмотреть, как я ставлю какие-то готовые дефолтные здания, постройки, наверное, вам все-таки интереснее посмотреть, что я сама делаю, поэтому это, опять же, дополнительная сложность и получится очень долго, поэтому это, наверное, на какой-нибудь целый стрим, где у нас нету, я не занимаюсь служебными какими-то зданиями, я раньше тоже не пользовалась горячими клавишами, мне казалось, что-то неудобно запоминать это все, а как-то один раз я решила основные какие-то команды запомнить, потому что я слышала, что это очень сильно упрощает игру, ну, в общем, так и есть, как только я попробовала поиграть с горячими клавишами, я поняла, что почему я не делала этого раньше, это очень сильно, я тоже не пользуюсь всеми, я все даже, ой, я тут не докрасила, я все даже и не знаю, ну, в плане наизусть не учила всем, вот на самом деле горячей клавишами можно даже подгонять толщину дорожки и вот это вот все, я как-то не знаю, может быть, потом, когда-нибудь, мне будет скучно, я решу их все выучить, но тоже надо привыкнуть, когда только начинаешь пользоваться горячими клавишами, естественно, вряд ли это прям сразу окажется удобно, но X, да, X это просто волшебная вообще незаменимая вещь, так, что-то тут уже ничего нету, что-то мне нужно, X незаменимая вещь, тогда Ctrl D это вот копировать какие-то объекты, тоже на самом деле очень круто, очень полезно, очень облегчает жизнь, что там еще, M это перемещать предметы, чтобы не тянуться каждый раз на панельку, не нажимать там копировать, переместить, быстренько на клавиатуре нажал там M Ctrl D и намного удобнее все получается так не хочет он не тут вставать не знаю, почему я решила эти поставить кусты вокруг не кусты фаргези я обычно не читаю названия даже вот видео я записывала я не читаю названия потому что есть некоторые названия которые я не представляю вообще как их правильно читать нет ну для себя в голове то я конечно их как-то читаю но это возможно неправильно и я не знаю кого-то это может задеть есть люди кто переживает когда неправильно произносятся определенные слова вот поэтому я предпочитаю говорить кусты деревья по названиям обычно их не читаю грядки строить это я так понимаю к этим то что я показывала фишку нет ну это я просто взяла пример такое покрытие это же вообще ну много для чего можно использовать те же все уже начинает язык заплетаться те же самые тропинки какие-нибудь например в вольере да чтобы все не было одинаково допустим только трава или только земля а делать какие-нибудь ну тропинки как будто животное там передвигается что-то такое вот для этого очень полезный инструмент я попробовала после делать такие тропинки прям прям классно прям очень сильно облегчает так ну давай он вокруг этого кустика цепляется так ну что более-менее что-то засажалось но как-то пусто блин я видела тут какие-то кусты были интересные красивые но конечно же когда они нужны я их не найду а когда они не нужны они всегда на виду z shift ну да там много горячих клавиш это я так чисто такие первые которые на ум пришли не знаю почему мне на ум z shift первые не пришли самые элементарные но наверное потому что я их уже даже не как горячие клавиши считаю а как а как по-другому ну что-то типа того что-то как-то пусто все равно может быть какие-то все-таки вот это что-то красивое ой мне вот эти деревья вот очень нравятся кусты не знаю кусты по размеру можно сказать почти как деревья где-нибудь еще воткнуть надо нет наверное я вот здесь хочу сделать я хочу здесь наверное попробовать сделать экран самый большой прямо вот с подсветкой так сейчас я группу выберу идея такая мы придумаем название для нашего парка и я сделаю какой-нибудь картинку напишу что-нибудь название типа логотипа что-нибудь не знаю что-то в этом роде и включу тогда на этом проекторе и получается наши гости будут заходить и вот будут видеть здесь название парка ой ну нет почему я забыла что я не нажала применить а есть еще больше ну нет это мне кажется всегда слишком слишком большое такое не хочу нет наверное вот 8 метров с подсветкой самое то что нужно как и было единственное единственное я хотела его немножечко наклонить так у меня был выключен шаг поворота а я начала его наклонять и он стал некрасиво наклоняться не люблю такое люблю ровненько так нет не 45 15 хочу вот буквально чуть-чуть как бы наклонить но не сильно так вывести надо его из группы и добавить сюда какие-нибудь я не знаю крепления что ли не может же так экран стоять посреди поля надо что-то добавить так не стекло вот такое наверное новый свет я думаю можно попробовать как я наиграла столько часов ну на самом деле если бы я узнала о существовании этой игры раньше я бы конечно наиграла больше потому что да я как нашла эту игру это все это была любовь с первого взгляда и я в ней просто утонула растворилась из тех самых пор я наверное другие игры особо не играла пару интерактивных киношек прошла и в sims как-то пару раз заходила чисто ради разнообразия а так да получается как нашла так и так и играю на самом деле ну когда ты знаешь все фишки ты когда не знаешь ну не знаю мне как-то не было проблемы мне всегда было интересно я всегда находила чем себя занять даже когда у меня комп не тянул абсолютно строительство я получается занималась разведением животных вот выведение окрасов коллекционировала животных играла на рынке покупала перепродавала своих продавала ну в общем это все оказалось довольно увлекательно как-то так нежная копытца забавненько ну вы тоже подумайте потом можете в комментариях или я не знаю в дискорде покидать свои варианты по названию посмотрим вместе может быть я не знаю или голосование какой-нибудь опрос не знаю ну в общем подумать какой-нибудь вариантик так упс опять куда-то не туда нажала что ж такое вот бывает так 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 вроде встала ну 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 наверное сзади какие-нибудь тоже такие опоры сделать выделю в группу наверное в одну а то мало ли понадобится куда-то еще копировать чтобы это вместе все было так вот наверное как раз прям наклонная есть или она слишком здесь самый меньший наклон наверное возьму уже с наклоном чтобы самой не наклонять нить или сюда чуть поближе название забавный нет если вы хотите забавный можно конечно и забавный можно и что-то серьезное я не знаю насчет тематики я не думала будет ли какая-то тематика я просто выбрала карту тропиков потому что ну как я ранее сказала я знаю что большинство любят тропики за то что тут все зеленое зеленая трава вот но в принципе не обязательно селить только тропических животных можно будет сделать потом какое-нибудь какое-нибудь здание какой-нибудь крытый вольер где поселить тех кому такая температура не подходит то есть ну в принципе не обязательно придерживаться какой-то тематики я думаю для первого парка просто просто что-то да построен наверное надо это как-то подправить чтобы не торчало хотя чуть-чуть наверное можно оставить как будто это как крепление какое-то чуть-чуть ура я думаю что достаточно ну и вот поставлю пока сейчас просто для ага недостаточно но здесь вылезло то что не должно было вылезать я заметила это чуть-чуть тогда так я поставлю пока просто какую-то картинку вот потом заменю ее тогда на картинку с названием ну что не знаю пончики пускай будут ну вот так вот посетители получается заходят и здесь наше название парка что-то что-то в таком роде здесь можно тогда еще сзади какое-нибудь дерево поставить небольшое можно конечно да камешков но ручей я не знаю мне кажется здесь уже будет лишним где-нибудь лучше в другом месте его сделать ну и сложновато здесь из-за дорожек будет ну в общем мне кажется ручейна чуть-чуть на попозже оставить куда-нибудь да можно на английском название в принципе я обычно на английском своей парке как-то и называла не не сильно креативила там я не знаю брала основу от названия DLC добавляла парк ну на английском писала в основном сзади не городить снизу ножки добавить с плитами это в плане не очень понимаю в смысле удалить вот это вот и и что-то добавить только что не поняла если такой вариант не нравится я могу переделать запись стрима ну должна по крайней мере если там не нужно будет каких-то специальных манипуляций делать то что я пробовала пробный стрим сделать в принципе у меня запись сохранялась и по идее исходя из этой логики то да в принципе запись должна остаться вот хорошее дерево было я не помню как оно называется на в что ли вимба или вот вимба то не то нет точно не то ммм тут такой выбор различных растений что порой хочется найти что-то и не найти просто не вспомнить как называется что-нибудь такое можно покидать еще а то как будто бы вроде и много растений но как будто какие-то пустоты не знаю хочется чем-то их занять раз попалась я думаю что можно в принципе чем-то таким и занять так так Подробнее название я еще потом почитаю Можете их еще очерикнуть в дискорд Чтобы проще было потом найти О, похоже это оно Да, вот тут такие весюлечки интересные Я не знаю, господи, как это называется, что это такое вообще Вот они Ну, в общем, выглядит это интересно Это у нас кигелия Короче, как-то так Я говорю, я не знаю Я очень не разбираюсь во всех растениях Я без понятия, как это все правильно читается Что если вдруг кто-то знает Можете написать, как правильно Я не знаю, что это такое Я не знаю, что это такое Ну, сколько кто-то знает Что, я хочу сказать, что это такое Что-то такое Я говорю, я думаю, что это такое а еще скажите пожалуйста слышно ли вам когда у меня великой дискорд я вот первые разы и как-то не сильно внимание обратила сейчас услышала наверное это очень громко или или нормально просто я настраивала там музыку микрофон и все подобное а вот про системные всякие звуки я немножечко подзабыла меня просто очень тихий микрофон и мне пришлось его усилять дополнительно ставить фильтр чтобы было лучше слышно вот и ну в общем хотела да спросить насколько не слишком ли громко вот эти системные звуки что может это так громко что там все подпрыгивают с инфарктом а я тут сижу довольна ничего не знаю дабы выразить свое восхищение тобой сама люблю строить но ввиду особенности темперамента быстро теряют терпение поэтому буду смотреть твои видосы и набираться вдохновения вдруг наконец-то строю свой парк спасибо тебе так я смотрю мне донатик прилетел только я немножечко пропустила если я не ошибаюсь марина но могу ошибаться я взглянула в последний момент я обязательно еще раз посмотрю позже наверное не буду сейчас отвлекаться спасибо большое за донат я очень рада что что нравится что интересно смотреть вот спасибо 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 большое и скажите пожалуйста тоже вот не слишком ли громко было уведомление надо ли его делать потише или нормально именно именно вот то что читалось сообщение так но я не знаю наверное что что вы думаете надо ли сюда еще что-нибудь добавлять или уже достаточно и поедем уже дальше о хороший куст кстати почему я не нашла его раньше ну вот я говорю что да тогда сделаю потом потише я в записи еще тоже послушаю насколько громко насколько сделать тише ну хотя бы видно что все таки работает отлично так ну что я не вижу или немножечко задержка идет напишите пожалуйста надо еще сюда что-то добавлять или поехали уже наконец-то дальше что-то мне вот здесь не нравится не знаю что где там красивый куст был нет это не тот куст где красивый куст я вот а вот он вот он наверное парочку воткну и наверное уже все таки достаточно а вот он и 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 вас тогда было уведомление спасибо еще раз большое посмотрю тоже потом записи как это я немножечко прослушала его взглянула в последний момент увлеклась я не знаю говорила ли я что-то в этот момент тут еще небольшая задержка с чатом но не знаю насколько большая я ничего не увидела по поводу надо ли что-то добавить значит наверное не надо я так полагаю когда можем двигаться дальше наконец-то первые шаги к первому вольеру если что в принципе можно будет сюда что-то еще тогда добавить если захочется можете написать о вот что сюда надо добавить просто для так сказать для атмосферки на же здесь комната отдыха поставим диванчик вдруг кто-то захочет выйти немножко на улице посидеть ну и наверное урну тоже поставим если у кого-то там я не знаю фантик какое-нибудь что-нибудь можно было кинуть но она как бы не функционально персонал не будет этим пользоваться но для атмосферки мне иногда нравятся такие мелочи добавлять вот ладно двигаемся тогда уже наконец-то сторону вольера я наверное думаю знаете что тут тоже как раз я смотрю николай написал что он недодолго отойдет наверное давайте сделаем маленький перерывчик я тоже пойду там себе я не знаю чайку налью что-нибудь и тогда уже будем приступать к вольеру если кто хочет можете подумать над животными давайте посмотрим что у нас здесь но если у нас зоопарк в африке в тропиках и нам нужно на входе животных которые уверенно чувствуют себя с людьми и не сильно популярны какие-нибудь простенькие типичные наверное мне кажется что самое то был бы бородавочник давайте вообще посмотрим что у нас есть тропики вольерные и африка так здесь у нас нейтральные вообще каких-нибудь вот я их на копытных к ну я их люблю козликами называть каких-нибудь бы козликов посадить но у нас здесь нету которые подойдут вот эти пугливые ребятки а ньялы тоже пугливые а капи то есть ну как бы в принципе и все такие это не подойдет нам надо что-то уверенно уверенные у нас получается бонобо западный западный шимпанзе карликовый бегемот кистюхая свинья ага мандрил варан а гиена вот она у нас нейтральная значит тоже не пойдет жираф ну больших животных вот таких как жираф я думаю для старта наверное странно зайти в зоопарк и сразу увидеть жираф все-таки такое обычно где-нибудь в центре располагают ну ну наверное да и каких-нибудь вот бегемотов можно было бы но опять же им нужно делать водоем и это довольно наверное долго все будет поэтому я не знаю мне кажется что все-таки ну приматы наверное тоже все-таки для большинства посетителей очень интересные животные их тоже на старте не знаю в общем я думаю между бородавочником в принципе еще кистюхи и свиньи подходят у них тоже уверенные ну не знаю можно посмотреть конечно павлинов еще там про павлинов писали павлин да они тоже уверенные они у нас правда тоже в тропиках только в Азии но это не так важно ну не знаю можете подумать может быть если у кого-то кто-то вдруг сейчас играет открытая игра можете посмотреть какие есть какие бы животные нам подошли мне кажется что наверное бородавочники уместнее всего были бы и так тогда сейчас еще посмотрю наверное сделаем тогда все-таки да паузу я не знаю по времени сколько ну я не думаю что долго может минут ну пять примерно ну так ну ладно я тогда отхожу скоро вернусь так так отлично ну тогда давайте приступать к вольеру и все-таки для кого мы будем делать вольер павлины павлины простые не сильно интересные самое то для входа ну да в принципе как и бородавочники ммм кого бы вам больше хотелось так сказать я не знаю заходил ты или только подошел мы построили здание для персонала у нас здесь получается центр обмена большой домик для смотрителя комната отдыха большая так да генераторы водоснабжения кстати вот здорово что я начала показывать дорожку то я тут не сделала молодец какая так отлично и что карантинная маленькая зона и ветеринарка в принципе тут не нужно было делать трансформатор потому что здесь еще хватает радиуса но я специально собрала сразу с ним чтобы можно было потом просто копировать здание целиком и размещать какие-нибудь другие зоны не строить каждый раз заново вот в общем такое здание у нас получилось отсюда будет получается удобно добираться в любые стороны нашего парка к любым вольерам ну на рынке посмотреть классная картинка спасибо очень долго старалась настроить конечно все равно сложности когда какое-то быстрое движение немножечко все равно пикселит но я делаю запись одновременно там почему-то все в порядке это вот именно с трансляцией какая-то проблема так может на рынке посмотреть кто симпатичнее будет ну тут в принципе все очень стандартно на рынке это же у нас получается песочница тут у нас две девочки две мальчика по каждому виду хороший мальчик кстати ну и в принципе генетика особенно для песочницы это вообще не имеет никакого значения но в плане что не обязательно выбирать каких-то прям можно и вообще все красное взять это не сильно повлияет на игру тем более у меня стоит режим легкий его конечно можно поменять кстати вот если кто не знал это не только в песочнице сейчас найду только где так сходу не вспомню хотя наверное в песочнице своя настройка где-то здесь должно быть наверное просто в песочнице не показывает можно менять сложность то есть допустим ну да наверное просто у песочницы тут свои настройки поэтому или в игре по моему или в интерфейсе точно не помню если вы играете на среднем или на сложенном и у вас возникли сложности например животные часто стрессуют вы в любой момент можете переключить на легкие и ну в общем переключаться между режимами симпатично выглядит как архитектор могу сказать что довольно таки современное легко вот я тут говорила я как раз не архитектор я тут попробовала сделать балки как конструкции как опоры какие-то я не знаю насколько это реалистично и насколько это выдержит такую крышу мне показалось что дополнительно тут какие-то ставить лишние уже и в теории наверное должно все работать у меня почему-то так меня слышно почему-то экран почернел что-то произошло что-то произошло что-то произошло я не знаю не знаю что это ну вы знаете что там теперь все подойдёт но еще не знаю что чтобы идея сейчас он не помнит В карантинной зоне дорожка не подведена И там еще под крышей ободок Вы приподняйте, а то козырек немного не в уровень получается Так, сейчас посмотрим Карантинная зона у нас Ага Как хорошо, какие глазастенькие Мне тут люди собрались Спасибо, да, это Было странно, да Как попасть в эту дверь Спасибо большое Я как-то даже и не заметила Так, еще раз проверяю Дорожки Остальные вроде все Все, да, все подведено Так, и что там еще? Под крышей ободок бы приподнять А то козырек немного не в уровень Это что и где? Что я тут натворила Козырек Я что-то не очень понимаю Если можешь, объясни как-то другими словами Я не очень понимаю, о чем речь А, вот это, да Правильно понимаю Здесь Да То есть здесь получается неровно Если я про то, скажи, пожалуйста Город грехов Привет Да, ну в общем я не знаю Что это был за глюк Вроде как бы не было никаких проблем Все работало У меня на планшете просто открыто Я там чат смотрю И я смотрю, что внезапно все почернело Но я обновила трансляцию Ну в плане На планшете обновила просто окошко И как будто все стало хорошо Так, ну вроде по правилу Крыша, конечно, конструктивно требует С фасада колонны Можно закрыть глаза С фасада это Что здесь с фасад? И что имеется в виду? Где-нибудь типа здесь? Ну, я думаю, что да Наверное, закроем глаза Тем более Это наш первый пробный парк Мы очень много времени потратили На это здание И уже, наверное, кто-то думает Надоело Хочу скорее животных На стрим уже получается Больше двух часов А мы еще так никого и не заселили Поэтому надо бы двигаться Уже все-таки в этом направлении как-то Как вы считаете? Так, интересно, схватит ли? Так как я не поняла Кого мы в итоге селим? Бородавочников Или павлинов Или вообще без разницы Я вот думаю Хватит ли такой площадки Или сделать Побольше Давайте, наверное, я возьму Какого-нибудь Человечка Можно, кстати, и нанять тогда сразу всех по одному Они нам в любом случае пригодятся Продавцов не буду Пока они у нас вместе с магазинами появятся И у нас пока нечего продавать Вот и наши первые работники Добро пожаловать Они сейчас, наверное, будут переживать Что им не выбраться отсюда Но мы, конечно, это исправим Я просто хочу понять Насколько обзорная площадка Достаточно ли? Или сделать побольше? Ну вот еще, смотря, конечно Какие животные Свинок К ним, по-моему, можно подселить еще кого-то Да, можно Но у меня как раз цель Сделать какой-то небольшой вольер Чтобы никого не подселять Просто если замышлять что-то масштабное Стрим уже и так больше двух часов Я не уверена, что я физически вынесу Строить что-то еще масштабное Потому что вот это вот все Мы строили сколько? Полтора-два часа у нас на это вот На это чудо ушло А вот это, кстати Не сказала, показывала экран Он предусмотрен Для названия То есть посетители здесь, получается Приходят такие И с порога видят Наше название парка Название парка Я предлагаю О, кстати, что заметила Полезное сейчас сделала У нас это Экран немножечко больше, чем Так, редактирование Сбилось в смысле Я никак не называла парк Я подумала Вдруг вы захотите Принять в этом участие И Предложить свой вариант названия Поэтому Можно написать В комментариях В дискорде Можно написать Обсудим Выберем какое-нибудь название Я сделаю для него Какую-нибудь Картинку Типа логотипа Которую мы выведем На этот экран Чтобы с порога Гости сразу могли Видеть Куда они пришли Так Все равно чуть-чуть Эх Так Вроде так нормально Тогда у нас Теперь этих Чуть-чуть не хватает Сейчас тогда Тоже подвину Так Вроде нормально Теперь получилось В общем Вот Сказала Название Сделаю картинку И поставлю туда А почему не франшиза По-моему Интересная Тема Когда К тебе может Заглянуть В твой парк Кто-то из списка Твоих друзей Стима У кого есть игра Конечно На самом деле Это заглядывают Не друзья Это Как Боты Нельзя ходить В чужой парк То есть По факту Это просто Выскакивает Уведомление Вот Ну Как Гости приходят И вот Один из гостей Рандомно Как будто бы Это твой друг То есть Это особо Ничего не дает Кроме как Если ты с ним Поздороваешься По-моему 20 кобалов Ты получаешь И ограничено На сутки Количество Приветствий Там Вот То есть Это не настоящий Персонаж Не настоящий Твой друг Приходит к тебе В парк А почему Почему Не франшиза Скажу Почему Я собиралась Строить парки Только в франшизе На самом деле Песочница Я вообще В принципе Особо Не играю Пару раз Наверное За все время Когда я делала Просто какие-то Чертежи Какие-то Я не знаю Постройки Тогда Я могла Зайти в песочницу А так В принципе Я в песочнице Вообще не играю Почему же Я сегодня В песочнице Точнее Почему наш Что ж такое Почему наш Первый парк В песочнице Тут ответ Прост Я не боюсь Вот этих всех Блин Мне похоже Тяжело Говорить Одновременно И пытаться Что-то Здесь А здесь Все правильно У нас 8 метров Вот Вот у меня Есть сложности С Сделать что-то И одновременно Говорить У меня Подвисает Мой какой-то Процессор Так Блин Ну не так Я хочу Ну что ж такое Ну я придумаю Как здесь делать Закончу мысль Сейчас Почему Песочница Я не боюсь Вот этих всех Финансовых сложностей Которые могут Случиться Что там Парк обанкротится Или в этом роде Что-то Просто Это мой первый Стрим Вообще В принципе И Как я сказала У меня есть Некая сложность С тем Что я когда Ухожу в процесс Строительства Или какой-то Вот игровой процесс Мне одновременно Сложно говорить Потому что У меня В голове Происходит Какая-то Я не знаю Своя стратегия Мысль Как это лучше Сделать Какие будут Последствия В общем У меня там Работает котелок Как следует И просто Болтать Для меня Довольно При этом Все Непросто В общем Приходится Мозг думает одно А рот Говорит другое В общем Не сложно И поэтому Если добавить сюда Еще финансовые Какие-то фишки То это Вообще Будет взрыв Учитывая Что это Мой первый стрим Я решила Начать с песочницы Чтобы хотя бы На тему Финансов Не переживать Вот И если Все получится Если я Справлюсь Так сказать С этой задачей То Да В принципе Я так и хотела Остальные все парки Строить В франшизе Песочницу Вот я попала Случайно Совершенно Просто Как Первый опыт В качестве Стрима Вот Надеюсь Ответила на вопрос Так Сейчас я Чатик Посмотрю Да Да Прикольно Когда ты видишь Что твой персонаж Ты на стриме Пришел твой персонаж Да Это Забавно Но В принципе Не все Есть в друзьях Кто присутствует На стриме Поэтому Ну кому-то Да приятно Ну в общем Я сказала Да Почему Пока не франшиза Почему сегодня Не сегодня А на ближайшие стримы Почему песочница Почему первый парк Тут Мы купили зоопарк Я смотрела Этот фильм Точно Но Не помню Когда Смотрела И точно Не помню Как называется Зоопарк Я С трудом Помню О чем Фильм Но по названию Точно Помню Что сто Процентов Смотрела Алена Привет Запись стрима Да Останется Как я и говорила Если Там не нужно будет Никуда Дополнительно Нажать Я пробовала Проводить Пробный стрим И в принципе Записи Сохранялись Там как-то Их отдельно Не нужно было Сохранять Поэтому В принципе Сложности Не должно быть И запись Должна Сохраниться Если вдруг Нет Тогда Видимо Я куда-то Случайно Нажала Но Я кстати Веду Запись Я вот Не знаю Сохранится ли Она такая Длинная Наверное Надо было Несколько Записей Сделать Я может быть Даже сейчас Остановлю И начну Новую В плане Одновременно Веду еще Запись Экрана Вот как раз На случай Если вдруг Что-то пойдет Не так Или если Я захочу Потом В дальнейшем Что-то Использовать Для Роликов В общем Решила Попробовать Еще Запись Вести Параллельно Вот Поэтому Я думаю Не должно Быть Никаких Проблем Все Должно Сохраниться Это Это получается Что я Значит Делаю Я делаю Подход К вольеру Да Вот это У нас Идет Основная Дорожка Направляющая И Чтобы Люди Здесь Не останавливались Не смотрели На животных И тем самым Не создавали Пробки Не мешали Другим Проходить Я сделала Вот Отдельно Такой Как сказать Не знаю Как это Назвать В общем Сделала Отдельную Площадочку Специально Сделала Здесь Немножечко Отдельный Участок Типа Под клумбу Что ли Кстати Под клумбу Можно здесь Еще Землей Закрасить Что Прям Точно Под клумбу Было Я Не знаю Насколько Сильно Он спасет Но Надеюсь Прикол Еще В том Что Если Я Поставила Это Все Впритык Я Думаю Нашлись Одаренные Которые Встали Здесь Где Нибудь И Отсюда Смотрели На вольер И говорили Как им Плохо Видно Поэтому Я Надеюсь Что Все Таки Такое Разделение И Немножечко Растений Поможет Посмотрим Тут В принципе Можно Будет Потом Это На Картах Посмотреть Но Позже Позже Сейчас Заселим Ну И В общем Вот Сделала Здесь Как бы По сетке Двойную Дорожку Здесь Можно Просто Постоять Посмотреть А Здесь Если Кто-то Устал Хочет Посидеть Тоже Опять Решила Поставить Не на Главной Дорожке Тоже Чтобы Не мешались Это Чисто Вот Такая Проходная Вот Здесь Значит Можно Посидеть Еще Сейчас Столики Поставлю Если Вдруг Кто-то Посидеть Захочет У нас Пока Конечно Негде Покупать Какие Нибудь Напитки Или Что-нибудь В этом Роде Но Потом Обязательно Будет Может Кто-то С собой Что-то Взял Поэтому Думаю Стоит Поставить Пару Столиков Вот У Столиков Минус Что Они Так Сильно Не Магнитятся К Дорожкам Как Скамейки Их Нельзя Продвинутым Перемещением Перемещать Вот Это Плохо Неудобно Поставить Неудобно И ставить Ровно Когда Неровно Это Грустно Ну Я Попробую Хотя Бы Приблизительно Ровно Сейчас По Зонтикам Будет Хорошо Видно Поставлю На всякий Случай Тоже Чтобы Кто-то Мог Спрятаться От Дождя Например Или От Солнца Во Большой Зонт Так Это Ну Что Цвет Ткани Цвет Дерева Ткань Вот Мне кажется Такой Цвет Какой-нибудь Бежевый Не сильно Напрягающий Можно Оставить Ну В принципе Даже По-моему Почти Ровно Получилось Ну Почти Этот Немножко Впереди Но Я думаю Не будем Заморачиваться Представим Что кто-то Из-за него Вставал И Подвинул Его Чуть-чуть Добавлю Тогда Еще Мусорки Мусорок Много Не бывает Иначе Иначе Весь Мусор Будет Валяться На Дорогах Ну Ну Что Так Так Я не знаю Давайте Наверное Селим Тогда Все-таки Бородавочников Или Павлинов В принципе Мы можем Поселить Например С одной Стороны Бородавочников С другой Стороны Павлинов И эта Дилемма Спадет Но Кого Селить Сегодня Что-то Прям Сложно Мне Как-то Дается Этот Выбор Давайте Наверное Пускай Будут Павлины Если Никто Не против Никто Не предлагает Свой Вариант Пант Панды Будут Может быть Но Не сейчас Почему Потому что Во-первых У пан Кстати Я хотела Посмотреть Не посмотрела Сейчас Панда У панд Отношения С людьми Нейтральные Это значит Что Не очень Хорошая Идея Их делать На входе Потому что Когда Наберется Много Народу Они Будут Стрессовать Да Можно Там Поставить Стекло Знаки И прочее Но Просто К чему Если У нас Есть Специальные Животные Которые Идеально Подходят Для начала Которые Не стрессуют И у этих Животных Получается В статусе Написано Отношение С людьми С людьми Уверенные Вот Ну И у нас Тропики Африка И Я вот так Тоже тут Думала Что Наверное Когда Ты Приходишь В Африке В тропический Парк Какое То Простенькое Животное Которое Ты сразу Можешь Увидеть Наверное Это Пумба Бородавочник Ну Или Вот Мы еще Обсуждали Что Павлины Тоже Они Не слишком Привлекательные Уверенные Вот Их тоже Можно Поселить Я купила Уже Наверное Павлинов Да Купила Так что Я думаю Тогда Сделаем Павлинов Здесь Можно Будет Сделать Пародавочников Когда Например В следующий Раз Так Вот И Она Сложность Как Делать Вольер Ну Я думаю Что Мы Сделаем Павлины Немногие Из животных Которым Подойдет Вот Эта Изгородь Прочность Первый Класс Потому Что Кому То Еще Подходил Первый Класс Но У них По Моему Японским Макаком Но Им Ее Не Поставишь Потому Что Они Через Нее Перелезут Поэтому В принципе Не Так и Много Где Ее Можно Использовать А для Павлинов А для Павлинов Можно Думаю Использовать Так Зачем Я Здесь Поставила Ворота Их Конечно Здесь Не Будет Я Просто Хотела Поставить Так Сейчас Попробую Сформулировать Наглядный Пример Если Я Хочу Вот Здесь Есть Так Фишка Шаг Поворота Когда У нас Секции Ставятся Ровно Под Определенным Углом Но Самая Первая Секция Она Не Фиксируется Она Свободная И Получается Нужно Первую Сделать И Потом Этот Угол Будет От Нее Равняться Но Как Правило Эту Первую Секцию Свободно Ее Ровно Не Поставить А Ворота Ну У кого Глаз Алмаз Может быть У меня С этим Сложности Прям Идеально Ровно А Вот Эти Ворота Они Получаются Мы Ворота Удаляем И у нас Осталась Сама Вот Это Единственное Сейчас Здесь Поправить Так А Что Здесь Не так А Почему Ага Вот Почему Так Ладно Сделаем Тогда По Другому Мне Не Нравится Этот В общем Суть Я Это Объясняю Что Тогда Получается Ровная У нас Планочка Да И От Нее Мы Тогда Уже Можем Ровно А Ну Слишком Близко Здесь И не Дает Так Близко Построить Вот Идет Ровный Угол В общем Так Можно Делать Ровные Вольеры Сейчас Попробую Просто Подальше Ее Поставить А Если Так Да Вот так Дает Удалить В принципе Наверное Нормальное Расстояние Может быть Сюда Можно Еще Будет Посадить Что Нибудь Куст Какой Нибудь Не знаю Высоту Высота У них Какая Там Нужна Была Высота 1.25 Так Сейчас Я Чатик Посмотрю Я Кстати Со Своими Зонами Промахнулся Придется Переделывать В Плане В плане Построение Или Или В каком Плане Зонами Промахнулся Стрэндж Привет Пивас Нет Привет Это Не запись У нас Сегодня Первый Живой Эфир Стрим Если Ты Только Подошел Могу Показать Что Мы Делали Я Уже Несколько Раз Показывала Ну Ладно Мы Сделали Вот Такую Зону Я Разделила Здесь Дорожки Разные Где У нас Будут Эти Вольеры Чтобы Перенаправить Поток Все Не В одну Сторону Шли А В разные Стороны Разбегались И По центру Здесь Не Вольер Чтобы Тоже Здесь Люди Не Толпились Я Решила Сюда Установить Комплекс Здания Для Персонала Тут У нас Самые Базовые Необходимые Комнатки Для Персонала Украсила Я его В таком же Стиле Как У нас Входное Здание Взяла Оттуда Материалы Вот И Получается Вот Что У нас Получилось Вот Такой Здесь Генератор Водоснабжения Тоже Сделала И Экран На Экран Я Попросила Все У кого Есть Идеи Придумать Название Для Парка Я Сделаю Потом Картинку И Сюда Выведем Чтобы Гости Заходя Сразу Видели Как У нас Парк Называется Блин Здесь Опять Похоже Просвечивает Экран Снизу Как Я Я же Поправляла Ладно Я Наверное Оставлю Сейчас Пока Потому Что Я С Так Прочитали 1.125 У них Вроде Было Сделаем Наверное 1.30 Чуть 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 Побольше Так А сколько У нас Здесь Получается Меньше Что Четыре Да Так Или Все Так Высоковато Поменьше Сделать Ну Как То Как Будто Да Детям Как Будто Не Видно Будет Я Наверное Сделаю Меньше А Потом Если Вдруг Будут Сбегать Я Что Нибудь Придумаю По Походу Посмотрим Ну Наверное Они Будут Сбегать Но Я Что Нибудь В общем Не знаю Придумаю Что Нибудь Потому Что Ну Да Выше Думаю Не Сбегать Животные Сбегать Мрут И Персонал Бежит Ну Тут Надо Смотреть Разбираться Я Не знаю Так Сходу Не могу Прокомментировать В чем Проблема Это Надо Конкретный Случай Разбирать У нас Первый парк Я решила Делать В песочнице Там Если Я не знаю Если Будешь Стрим Смотреть Я там Рассказывала Почему В песочнице Хотя Я не играю В песочнице Вот А дальше Будет Франшиза И там Будут Как раз Вот эти Все Фишки С персоналом С Животными И Возможно Там Ты сможешь Для себя Что-то Подчерпнуть И Понять В чем В чем Проблема Сейчас Мне так Сходу Сложно Сказать Что Может Быть Не так Что-то Похоже Не то Пошло Что Не то Или Все То Николай Привет Да Мы тоже Уходили На Небольшую Паузу Стрим Еще Идет Я Думаю Что Я подумала Все-таки Надо Хотя бы Сделать Вольер А то Мы так Долго Строили Дом Кто-то Ждал Животных В общем Сделаем Хотя бы Один Вольер И тогда На этом Хватит Я не понимаю Что такое Здесь Как будто Не ровно Или это Тень Так падает Ладно Сделаем Вид Что Я ничего Не видела Потому что Я не знаю В чем Проблема Что там Не так Мы Мы Сейчас Строим Вольер Для Павлинов Я Понятия Не имею Какой Он Будет Вообще Мы С трудом Мы Не могли Определиться Для кого Делать Вольер Для Павлинов Или Для Бородавочников В итоге Все таки Решили Что Будут Павлины Здесь А Бородавочники С другой Страны Да Что то Здесь Не так Ну В принципе Наверное Оно И не должно Быть Симметрично Ровно Я не знаю Я сомневаюсь Что В настоящих Зоопарках Есть Какой то Симметрично Ровный Вольер Вот Прям Сильно Сомневаюсь В этом Поэтому Мы Можем И где то Что то Наверное Отклониться Или вообще Не делать Эти По бокам Я не знаю Прям Даже Как всегда Вот На самом Деле Если С этим Зданием Для Персонала Я Хотя бы Накидала Примерный План Вообще Что Это Может Быть И Как Это А Вот Где Неровно Пошло И Как Это Примерно Может Быть То С Вольером Я Вообще То есть Ну Я Как Бы Не Готовилась Просто Чуть Прикинула Как сделать Здание Можно Для Персонала Ну В плане Как Как Собрать Наверх Это Все А До Вольера Руки У меня Не Дошли И Я Не Думала Как Чего Как Чего Поэтому Сейчас Все Рождается В процессе А Это Самый Долгий Процесс Я Не Знаю Как У Вас Но Вот У Меня Самое Наверное Долгое Это Даже Не Строить А Это Именно Идея И Как Правило Я Всегда Строю В Большинстве Случаев Даже Когда Ищу Свою Идею Я Строю Без Конкретной Какой То Идеи Я Просто Начинаю Что То Делать Перебирать Элементы Различные Или Строить Как Строится И Потом В процессе Что То Получается Я Так Наверное Это Неплохая Идея Может Так Попробовать Я Видим Немного Не нужно Немного Сетки Думаешь В принципе Почему Не видно Ну Не видно Если Только Может Быть Я Не знаю Детям А так Человеку Ну Ну В принципе Наверное Можно Вот Эту Переднюю Часть Я Думаю Давайте Да Попробуем Заменить Может Быть На Сетку Как Вам Напишите Ну В принципе Мне кажется Хорошая Идея Заменить На Сетку Так Ну Дверьку Ага Надо же еще Продумать Для персонала Как тут Будет Вход Ити В принципе Можно Наверное Прям Как-то Отсюда Что-ли Вывести Пока Наверное Сделаю Так Потом Если Что Переделаем Просто Чтобы Не Терять Мысль Не Отвлекаться От Вольера Пока Ставлю Так Фарни Привет Да Стрим Уже Идет Больше Двух Часов Но Будет Запись Можешь Посмотреть Не Буду Наверное Только Что Показывала Мы Построили Здесь Здание Для Персонала И Начинаем Первый Вольер Строить Я Могу Показать Быстренько Как Делать Круглый Вольер Это Недолго Так Ну Не знаю Ну Возьму Дерево Допустим Шаг Поворота Нужно Поставить На 15 Градусов И От Длины От Длины Секции Вольера Будет Зависеть Насколько Большой Круг То Есть Вот У Меня Час Четыре Метра Первую Ставишь Как Хочешь Ставишь Да И потом Криво Поэтому Надо Не Спешить Вот Оно Прямо И чуть-чуть Оп 15 Градусов Опять Два Раза Сейчас Пробежала Вот Где Один Раз Два Раза Пробежит Там Все Сразу Неровно Пройдет Пойдет Поэтому Вот Вот По Чуть По 15 Градусов И Это Все Все Вот У нас Построили Круглый Вольер Если Сделать Длину Секции Длиннее То Круг Сам Будет Больше Все Осталось Установить Ворота И Вольер Готов Поменять На Любое На Любой Барьер Вот Можно Полоску Воды Сделать Я Кстати Люблю Так Делать Просто Я Не Не Знаю Как Здесь Вот Это Вот Куст Вот Этот Куст Законектить Чтобы Оно Здесь Гармонично С дорожкой Смотрелось Конечно Камень Можно Какой-то Воткнуть Но Попробуем Сейчас Тогда Сделать Хорошо Выдаем Я Да Я Поняла Мне Нравится Нравится Идея Это И Да Можно Высоту Поднять Да Вот Я Как раз Сейчас Подняла Высоту Чтобы Точно Никто Не Сбежал Ну Хорошо Сейчас Сейчас Попробуем Сейчас Попробуем Сделать Водоем А здесь Тогда Сделаем Условную Ограду Как-нибудь Не столь важно Как ее Ставить Я просто Так Накидала Полоску Воды Но Ну Здесь Минус Что Ну Хотя Камни Вот Блин Я Не знаю Успеем Ли Мы Тогда Сегодня Все Сделать Ладно Попробуем Если Что Потом Просто Потом Просто Продолжим Так Что Ты За Странный Почему Ты Показываешься Наверх Опять Странности Какие-то Вот Все Нормально Мне Сложности Да Блин Ну Что Что Так Ставлю Вниз Он Ставит Не Наверх Сложности Сделать Это Ровно С Другой Стороны Может Быть И Не Обязательно Это Должно Быть Ровно Опять же Где Вы Видели Ровные Канавы Хотя Могут Быть Конечно Если Специально Выкопаны Какой-то Техникой Можно Вернуться К идее Про Британский Стиль С Укрытием В Центре И С Какими-нибудь Украшениями Из Парков Расскажи Пожалуйста Что Ты Имеешь В В Что Такой Британский Стиль В Плане Типа Красного Кирпича И Этих Бетонных Статуй Как Как В Первом Парке У Берни Или Что-то Другое Есть Еще Британский Стиль Так Ну Посмотрим Хватит Ли Им Да Должно Хватить Они же У нас Не Плавают Я Думаю Хватит Так Сейчас Краюшки Подровняю Фарни Спасибо Камнями Украсть Получится Маленький Ну Да Я вот Думаю Что Здесь Наверное Выбор Невелик И Камни Здесь Нас Наверное Спасут Камни Наверное Даже Не Знаю Какие Сейчас Посмотрим Сейчас Что-нибудь Допридумаем Так Вот Этот Хорошо Конечно Подошел Но Он Большеват Вот Наверное Такой Сейчас Примерю Посмотрим Тогда я еще хотела Как-то Так Сейчас Посмотрим Стоит Не Стоит 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 по поводу пива спасибо большое вот в этот раз успела увидеть спасибо и я уже спрашивала спрошу еще может быть кто-то новый пришел не слишком ли громко уведомление приходит я чуть убавлю я так поняла что немножечко бы стоило так британский стиль про британский стиль мы говорили я вот не знаю насколько уместен он будет в африканских тропиках может быть оставить что-то такое на парк где-нибудь я не знаю в англии европе там ну в другом может быть месте тем более я не знаю не обязательно конечно но я думала примерно придерживаться вот этого вот стиля как главный вход его не стала перестраивать вот сделала такой же комплекс я думаю примерно в таком стиле наверное попробовать сделать но опять же мы не обязаны конечно соблюдать весь парк одну стилистику но парк я планирую сделать небольшой я вот вообще сильно сомневаюсь насчет прям больших парков потому что если вот ну так детально украшать большой парк скорее всего и не получится сделать какой бы мощный комп не был ему это будет тяжело может быть как-нибудь так здесь надо как-то придумать как-то красиво сделать но мне почему-то кажется что это тоже должны быть камни хотя можно попробовать если получится нет не так как-нибудь вообще в минимум она это получается меньше никак планирую ли я проводить какие-то розыгрыши или конкурсы но посмотрим как вообще пойдут дела как вам будет заходить контент как будет развиваться канал если конечно будет это интересно туда почему нет я не могу сказать по поводу большого количества конкурсов но точно могу сказать что один точно будет конкурс причем будет он совсем скоро он будет у нас приурочен к выходу нового длс выход нового длс у нас если ничего не изменится в графике у разрабов если смотреть по прошлым длс то где-то 21 июня будет новый длс в принципе на следующей неделе уже ну вот которая сейчас будет неделя уже должна будет какая-то информация поступить на эту тему я надеюсь что хотя бы к концу недели разработчики намекнут уже на тему на дату не знаю посмотрим ну в общем да у меня в планах сделать конкурс приуроченный к выходу длс я сперва думала сделать именно разыграть новое длс потом подумала что может быть разыграю его если вдруг оно кому-то не понравится и кто-то хочет другое то можно будет выбрать другое по договоренности посмотрим я обязательно подробнее сообщу когда будет известно что-то уже по датам когда именно выходит длс не знаю причем тут комп это это к чему что у меня комп не выдержит большой парк или или к чему как то здесь можно можно ну пусть пока так будет там если что посмотрим ну надо наверное какие нибудь что 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 у нас есть что нибудь такое может быть поменьше или побольше все таки ну попробую ну попробую или нет или поменьше или она здесь вообще не нужно что-то у нас еще было такое было нет нет наверное тоже не то напишите какой вариант вам больше нравится плоский такой или где там или все таки такой или поменьше вообще или вообще надо что-то другое думать сюда как то по другому закрывать эти края напишите пока я пока перекрашу водоем на камень наверное какой нибудь чтобы так сильно камни не выделялись нет я в реале не дизайнер даже не близко я сейчас не работаю когда работала я работала на всяких там заводах производствах упаковки как-то так и до этой игры я нигде не строила я пробовала когда-то строить что-то в sims но у меня ничего не получалось там это выглядело просто ужасно я поняла что это не мое я брала использовала там готовые варианты уже с мебелью и все такое вот а в планете вот как то так получилось как то так получилось что как получилось я начинала играть я тогда играла наверное пару месяцев всего я случайно нашла сообщество в контакте русскоязычное по этой игре я под впечатлением ура здорово классно вступила увидела что у них есть сообщество в дискорд я дискордом вообще в принципе не пользовалась даже он мне был странный и непонятный и зачем он вообще нужен но решила вступить в дискорд и оказалось что там очень довольно таки интересно было там проводились иногда конкурсы и вот был какой то конкурс на строительство что ли да нужно было построить по моему африканский вольер я конечно понимала что я играю там всего всего ничего там сколько ну реально пару месяцев я по моему начала в апреле а конкурс был вот как раз где то вот там в июне или ну что то около того а призом там было DLC как раз новое африканское а я только купила игру у меня там особо никаких DLC нет и я такая вау конечно мне нужно это DLC я понимаю что шансов у меня практически нет я посмотрела там работы ребята очень здорово строят куда мне я тут только начинаю вообще вот но все таки решила попробовать и так начался мой путь так сказать в строительстве я после еще что то пробовала для конкурса строить ну вот и как то так как то так получилось что в какой то момент когда я чуть-чуть набралась опыта у меня стало что то получаться и я подумала что мне нужен новый комп потому что мой старый комп не тянет я вот могла на конкурс работу там построить допустим там вот вольер или какую нибудь я не знаю декорацию и все ну то есть прям парк полноценно построить не могла комп мне не позволял ну вот как то так и да и вот спустя полтора года игры наконец то сошли звезды и у меня появился компьютер который вот теперь я могу строить практиковаться я еще на самом деле практикуюсь если посмотреть каких то там англоязычных опытных ребят которые давно строят конечно смотря на их видео мне тоже кажется ох куда мне там до них свисающий папоротник свисающий папоротник так если я правильно поняла Это вот про вот это речь? Если да, то, ну, не знаю. Здесь надо как-то сравнять, прикрыть вот это место. Хотя я, конечно, еще ландшафт не мяла. Может быть, оно как-то красиво изомнется. Да, это, конечно, очень важная часть. Не делать... Нет, ну, можно, конечно, делать плоские. Иногда, кстати, это даже неплохо выглядит. И в жизни такое встречается, в принципе. Я думаю, что встречается, что под вольер специально выравнивается земля. Но, в принципе, все-таки от дождя и со временем немножечко какие-то выемки все равно появляются. Вот, поэтому, конечно, чтобы все это как-то смотрелось более реально, то можно вот кисть неровности пройтись просто по всей территории. Она как-то что-то помнет, а потом уже вот из того, что есть... Естественно, для павлинов горы какие-то не нужны, да? Потом просто где-то можно сгладить, где-то можно опустить, подтянуть. Но для начала вот этой кистью пройтись и... Просто чтобы немножечко... Как это? Ну, немножечко землю изменить. Тут все-таки высоковато. Наверное, чуть-чуть ниже. Откуда такое художественное творчество? Ну, я в принципе, не знаю, я больше творческий человек, чем... Чем какая-то... Ну, вот у меня, допустим, сложности с языками, да? Мне вот творчество как-то, ну, не знаю, как сказать, ну, как-то изнутри, что ли, идет. Но зато у меня не идут, например, языки. Мне вот с ними довольно-таки сложно. Несмотря на то, что я живу в Эстонии, я, конечно, базовые какие-то вещи, естественно, знаю. Но я не могу сказать, что я прям хорошо языком владею. Даже, наверное, чуть ниже среднего уровня. Хотя, в принципе, я тут всю жизнь, мои родители, то есть, ну, мы... Не помню, с какого там поколения, но мы здесь давно. Ну, и вот как-то... Ну, вот просто языки мне вот не даются сложно. Не такой глубокий водоем и края не такой правильной формы. Бережок сделать местами песчаный, отмелем. А еще можно продлить водоем до дорожки входа. Ну, для того, чтобы продлить водоем до дорожки входа, нам надо что-то здесь придумывать с этим... Как его? С барьером. И здесь, не знаю... Не очень понимаю, представляю, как это можно сделать, чтобы это... Я думаю, сделаем так. Сделаем пока как есть. Закончим этот вольер, а потом посмотрим, если я буду еще в состоянии или на другом стриме, можно будет попробовать, да, сделать его как-нибудь по-другому. И, может быть, здесь даже мини-озеро какое-то. Не знаю, подумаю об этом. Но пока я думаю... А то я увлекающийся персонаж. Я сейчас начну делать этот водоем. Я буду его здесь рисовать, делать 4 часа, выкладывать это все красиво камешками. И, ну, в общем, животных, до животных дело так и не дойдет. Поэтому, думаю, пока с водоемом оставим так. Дальше можно будет уже подумать. Согласны со мной? Потому что кто-то так и не дождется животных, кто очень долго ждал. Не будет ли им мало? Но посмотрим. Заселим? Посмотрим. Ну, надо же еще какой-то домик им придумать. Обогащалки раскидать. Очень много всего нужно. Так, дорожку мы соединили здесь. Я думаю, можно здесь перила убрать, наверное. Наверное, уж персонал-то точно не будет за периметр выходить. Ну, или газон топтать. Здесь, наверное, может быть даже убрать границы. Или нет, или так странно выглядит. Наверное, пускай будет с границами. Так. Думаю, наверное, закинем павлинов пока в карантин. Надо подумать, какой им сделать домик. Вот это... Вот это повод подумать. Я не знаю, хотите вы готовый дом или что-то сами будем строить? Напишите, как бы вам хотелось. Да, можно декором заниматься за кадром. А в эфире основные моменты. Но смысл в том, как раз вот этих стримов, что я не хотела ничего делать за кадром. То есть полноценно делать все как бы на стриме. Как говорится, за кадром у меня... Я занимаюсь этими... Господи, забыла. Сценариями карьеры. Вот. То, что я начала стримы делать парк, это просто, чтобы сэкономить себе время, которое я делала, тратила на дополнительные какие-то видосы. И, ну, у меня, получается, за кадром просто, ну, не будет времени на это все. Вот. Поэтому я, собственно, и показываю так все в деталях, и так и планирую, что, ну... Ну, в общем, на стримах делать все. Ты можешь обидеть каждый, а вот принять его искусство, делай, как и ты видишь. Иван, спасибо еще раз огромное. Философские цитаты. Не вижу ответ. Напишите, пожалуйста, ставить будем готовый домик, или вы хотите, чтобы я что-то построила? Что-то... Или все-таки из готового. Можно посмотреть, что у нас в тропическом наборе. Тропическом у нас... Так, вот здесь надо посмотреть. Если кто-то уже не знал чертежи, можно смотреть вот на этой вкладке чертежи. Здесь ваши чертежи, мастерской Steam, сборные конструкции. Это чертежи, которые поставляются от разработчиков с каким-то DLC, допустим. Вот я выбрала тропический набор, нажала на сборные конструкции, и мне показывает все чертежи, которые были вот с DLC Тропики. Так они раскиданы по разным вкладкам, а так в одном месте можно все посмотреть. Тут у нас получается... Бродяга, спасибо большое, что напоминаешь про музычку. Как-то... А, ну я молодец, тут же есть кнопочка зациклить. Если это правильная кнопочка, то тогда больше не будет заканчиваться. Да, я... Вот я так говорю, я увлекаюсь процессом игры, плюс мне еще нужно говорить, и я про музыку просто вообще забываю. Ну, смотрите... За самодеятельность сами... Попробовать можем сами, но... Красоты вряд ли получится, но мы попробуем, по крайней мере, да? Не знаю, в таком же стиле, или все-таки павлином в каком-то другом? М-м-м-м-м, М-м-м! М-м-м! М-м! М-м! Когда такой большой выбор, даже не знаешь, что выбрать. Ну, я не знаю, как вы насчет такого же стиля? Или вы от него устали и хочется что-нибудь повеселее? Пивас, ну, у меня, в принципе, канал довольно молодой. Ему получается сколько? Ну, я создала канал 9 мая, по-моему, если не ошибаюсь. На канале можно посмотреть. Ну, почти месяц. Так что, да, у меня на канале 2 выпуска есть по карьере. Я не знаю, смотрел ты или нет, можешь посмотреть. Там в основном базовые вещи, но пару, может быть, каких-то моментов для себя найдешь, или ты не знал. Я работаю над третьей частью, не скажу, когда она будет, точно не на следующей неделе. Посмотрим. Но стримы, я думаю, что я буду делать каждую неделю. Я как бы разгрузила себе время за счет того, что мне не нужно обрабатывать видосы. Именно вот, ну, стримами, точнее, я хочу разгрузить. Кустики, да, кустики будут. Я просто... Да, кустики будут какие-нибудь в строении в индонезийском стиле. Ну, вот можно попробовать что-то такое. У нас тут много, и вкусы у всех разные, делай как видишь. Ну, да, ну, не знаю, мне как-то кажется тоже, что для укрытия скучновато немножко все-таки, наверное. Да, так и есть, он самый универсальный. Он точно у всех есть. Если я, допустим, там, я не знаю, сохраню этот вольер и добавлю его в мастерскую, и у кого-то, например, ну, нет какого-то DLC, то новый свет есть у всех. В этом плане, конечно, удобно. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть в тропическом наборе. Ну, и с кирпичей мне не хочется. Не хочу из кирпичей. Хоть и красивые кирпичи, можно красивый цвет поставить, но у нас такой легкий здесь этот барьер. Кустики и как-то, не знаю, кирпичи мне почему-то кажется тяжеловато немного. Может быть, вообще бамбук взять? Как вам такая идея? Или... Или нет? Или... А, мы его еще же перекрасить можем. Жаль, нельзя перекрасить. Ну, да, тут, в принципе, есть же почти... Опа! А вот и дождь пошел. Сейчас, наверное, картинка поплывет. Я отдалюсь подальше. Я на быстрой скорости прогоню дождь, потому что я пробовала делать пробный стрим, и когда дождь, картинка просто ужасная. Все в пикселях, и... В общем, помотаю, короче. Почитаю пока, что еще. Да, вот, кстати, по поводу нельзя перекрашивать. Я тоже сперва думала, жалко. В принципе, есть очень похожее дерево, по-моему, в водном наборе, и как раз его можно цвет менять. По-моему, оно даже так же выглядит. Сейчас. Где-то оно... Вот, фиолетовое. То есть, оно выглядит, в принципе, так же. И можно менять цвет на любой. Я люблю укрытие из камешек, но мне кажется, что для павлинов все-таки тяжеловато. Укрытие из камешков. Ну, не знаю. Мне кажется, вот я поставила бамбуку цвет, который мы использовали вот здесь. на зонтиках. Он, конечно, немножко по-другому выглядит, но, по-моему, приятный такой цвет, не агрессивный. Что-то мне подсказывает, что придется расширять наш вольер, что мы сейчас построим укрытие, и все. А не слишком ли высоко будет? Ладно, я попробую сейчас просто в конце концов. Принесу сейчас павлинов, и будем по ходу смотреть. Сделаю пока просто... Вот просто вот... Не знаю. Путаюсь все в них. Блин, а так много. Как-то надо край так закрыть. А как? Вот так? Хватит ли им там места? Я опущу эту стенку, наверное, чуть-чуть вниз. Ну, она высокая. Просто павлинов принесут, я по ним посмотрю высоту. Ну, в принципе, у нас три павлина. С детьми. Не знаю, хватит ли им места. Я думаю, больше я потом контрацептивы им дам, чтобы сильно много их не было. На вольер, скорее всего, да. Даже если я такое сделаю, наверное, большое укрытие. Хотя... Можно, конечно, и продлить, но проблема в том, что они там, если будут часто тусоваться. А если попробую я... Так, а сколько у нас здесь было? Четыре же вроде, да, метра? Если я попробую сделать... Так. И вот сюда поставить укрытие. Как вам такая идея? И оно тогда не будет места занимать? Здесь и деревьев каких-то понасажать можно? Да, наверное, я пока попробую. Или... Может быть, что-то такое поставить? Вот, наверное, лучше вот так как-нибудь. А вот там, который... Иisedildo. И вот так... Вот так вот. И вот так вот и по... Вот так вот. И может быть еще поменьше что-нибудь. Ну, допустим, если так, крышу, крышу, я все время путаюсь с этими зеленые, отталкивают этот цвет ближе, я все время на него нажимаю, забывая, что у меня цвет поменен просто. Так, ну, допустим, еще, наверное, все-таки я бы пол хотела и высокая трава нам там в домике тоже как будто бы не нужна. Ну, можно за счет него границу сделать? Так, сейчас посмотрим. Я поняла идею, сейчас попробую. Вот так вот. Вот так, да? Правильно я все поняла? Такое было предложение. Да, мне тоже нравится так. Ага, все-таки еще осталось чуть-чуть травы высокой. Как будто бы в домике ее все-таки не должно быть. Можно сюда кинуть спальные места из травы. В принципе, мне кажется, что у нас тропики и она будет лучше смотреться, чем сено здесь, не знаю, как вам кажется. Так. Так. Ты. 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 Да, я, да, я хочу сюда этих, господи, как он называется, плющ, вот, там есть прямо угловые плющи, плющи, угловой плющ, вот я тоже думала, да, сюда сверху повесить, да, такая тоже у меня мысль пробегала. С одной стороны можно один вариант, а с другой стороны, например, другой. Ай, прокрутила. И какой-нибудь висячий тут тоже. Слишком большое, что-то бы поменьше, а поменьше тут уже не то. Можно попробовать вот так сделать. И сверху тогда что-нибудь уж кинуть. И с рукой, наверное, тоже. То есть тут поменьше можно. Как будто что-то такое. Ну, и, в принципе, можно еще здесь все-таки чуть-чуть добавить. Он же, наверное, должен у нас как-то земли касаться, если он у нас типа не декоративный. Здесь вот тоже. Можно еще, наверное, пускай принесут птиц и посмотрим тогда еще по растениям. Я думала, еще можно рядом с бамбуком еще какого-нибудь бамбука посадить. Где у нас? Ага, а мне уведомления не пришли наверняка, потому что они отключены. Где это было? Господи, я же рассказывала. Да, да, да. По-моему, во второй серии карьеры я об этом рассказывала, что после какой-то обновы очень часто появляется здесь галочка автоматически. И не приходят тогда никакие уведомления, когда драки, животные, карантин прошло. И вот, пожалуйста, она тоже стояла. Поэтому нам и не сказали, что наши павлины уже давно должны были... Где карантин-то? Я потеряла карантин. А, вот. Непривычно просто, что табличка не красная. Так. У них, да, они вот так долго сидят в карантине. Это я пока дождь крутила, у них уже благополучие начало падать. Поэтому... Да, да. Надо обязательно проверять эту галочку. О, посетители уже пошли. А что здесь? Затусовочка у нас вначале. Что-то там стояли друг напротив друга. Интересно, куда они идут? А, ну они разворачиваются и уходят. Ну, животных-то нет еще. Чего они вообще идут? По идее, не должны. Давайте третьего нам несите, пожалуйста. А третий где? О, бежит. Так, ну теперь что? Что такое? Ага. А вот и начались приключения. А как ты это сделал? Ты пролетел, наверное. Сейчас мы посмотрим. Это тоже собрала. Сейчас мы посмотрим, как они это делают. Ну-ка. Опа. А ты что, Иисус? Почти по воде. Ну, с камня здесь, да. Ой, он назад пошел. Вот молодец какой. Ловить не пришлось. Так, надо сейчас тогда здесь как-то решать эту проблему. Вот это какие хитрые. Так, и как же мне тогда решить здесь вопрос с вами? Надо, наверное, просто эту ограду как-то ближе. Немножечко нарушим нашу идеальную ровность. Ну, а что поделать? Безопасность превыше всего. Посмотрим тогда вот так вот. В принципе, прям пройти они здесь теперь не должны. Ну, в принципе, перелететь могут, потому что они чуть-чуть летают невысоко. Я тут, когда перепроходила под запись первый сценарий, увидела, что там, значит, большой этот вольер с павлинами. И в центре вот из таких вот, как это, из такой ограды у них сделаны типа лабиринты. И тут, насколько я удивилась, когда я увидела, что павлины прям по ней сверху ходили и гуляли. Я увидела прям этот момент, как они перелетают. Поэтому, да, они чуть-чуть летают, но невысоко. Ну, в принципе, это нормально. Они же те же курицы, курицы тоже чуть-чуть летают. Так. Вот у меня уже устал планшет. Нужно его зарядить. Так. Ну, да, они уже считаются, что они в зоопарке. Но обычно все-таки, если я не путаю, по-моему, если прям вообще еще нет животных, но они в карантине, по-моему, посетители не шли у меня раньше. Но могу ошибаться, конечно. Но знаю, да, что когда они в карантине, то они уже числятся, как в зоопарке. Были ситуации... А, ну да, у меня же были ситуации, когда животное в карантине, а посетители пришли на него посмотреть и жаловались, что у них нет времени увидеть это животное или что-то такое. Так что, наверное, да. Вот и вся загадка раскрыта. Ну, может быть, здесь тогда еще высоту поднять. метр, потому что... Я даже не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Надо было на карте тепловой посмотреть, но я же, молодец, не посмотрела. Мороженки поставь нам. Это... Это как? Это что? Это что? Декоративный заборчик. Ну, в принципе, да, тоже как вариант. Сейчас посмотрим, как они... Ограду сделай к стене. Какой стене? В плане к перилам? Давайте посмотрим, что они сейчас нам скажут. Сейчас пересчитается мотшрут. Все. Вот, проблема решена. Не должны они больше никуда выбегать. Так. Что я хотела? А, укрытия. Укрытия им достаточно. Не знаю, как с детьми. Посмотрим. Хотя, вот я тут видела идейку. Мне понравилось сделать еще одно. Один домик. Мы можем даже сделать... Сейчас. Мы можем даже сделать так. Так. Что думаете? Ну, естественно, не здесь его оставить, а... Куда-нибудь. Это, так сказать, как это? С учетом появления детишек. Или не стоит. Напишите, что вы думаете. Оставить или убрать, или, может быть, тоже сделать такую же идею, как здесь, что в края упирается. Не знаю, будем мы так делать, не будем. Не знаю, будем мы так делать, не будем. Что вы думаете? У меня, наверное, чуть-чуть чатик отстает. Ну, в общем, оставляю тогда так, правильно? Вот она. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в принципе, что? Нам нужно что-то по растениям посмотреть, по обогащалкам Я предлагаю сделать маленькую паузу Я все-таки хочу, наверное, достроить этот вольер на стриме, не оставлять на другой Нам осталось чуть-чуть Что у нас? По месту... Места им хватает Даже прям достаточно Дети родятся, думаю, не проблема Укрытия хватает, но мы сделали с учетом, вдруг еще детям нужно будет Ландшафт поправим, когда... Ну, в общем, попозже Нам осталось растения какие-то им поставить Игрушки всякие В общем, так, по мелочи Я, наверное, отойду на пару минуток, на пять минуток, недолго И закончу тогда вольер Вот Если у кого время позволяет Кто хочет еще поприсутствовать Можете тогда чуть-чуть подождать Если кто-то уже прям совсем уходит, то... Тогда спасибо, что заходили Хороших вам выходных Приятного вечера Я вернусь тогда Скоро Через пару минут Так, я вернулась Что-то еще я... У меня из головы вылетело Я полистала Писали про музыку Что чуть-чуть потише сделать Сейчас тогда давайте отрегулируем Так, нормально? Или еще потише сделать? Так, ну отлично тогда Последний рывок Давайте наконец-то Завершим наш туда вольер Давайте попробуем Я не знаю Может с обогащалок начать? Если Ну у нас у них небольшой выбор Очень мало всего, конечно Но сейчас что-нибудь будем придумывать Эта штучка большая Но Птички у нас небольшие Вольер им места хватает Я думаю, что можно сделать Я думаю, что даже где-нибудь Может быть Вот где-нибудь здесь попробую сейчас Как-нибудь Ну, может так? А у меня выключено было Или Включено Снять ограничения На помещении животных по ландшафту По-моему, вот эта галочка Если я не ошибаюсь Позволяет нам Да Вот Успели Увидеть, да В настройках Игра Снять ограничения На перемещение животных По ландшафту Если поставить галочку То можно Вот какую Вещь прекрасную делать Скрывать эти поля Мы скрыли С одной павлина Но ничего Мы его спасем Вот Можно прикрыть Эти портики Вот Элрин Я не знаю К сожалению Как прочитать правильно Твой ник Элрин Ква Прошу прощения Я не знаю Как правильно Прочитать В общем Спасибо большое Приятного отдыха Спасибо, что Заходила Спасибо большое За присутствие И Хорошего отдыха Хороших выходных В общем Вот что можно сделать Благодаря этой штучке Скрыть поля Присыпать Немножко землей И оно уже так Не выделяется Еще растения Тут какие-нибудь Камешки Что-нибудь придумать Им хватит Я думаю На самом деле Такой большой Наверное Для детей Хватит Посмотрим Можно конечно Поставить Еще Такую Но я думаю Это если Им будет Не хватать Мне она Ну не знаю Можно цвет Конечно Поменять Пока не будем Ставить Подвижные Зеркала Наверное Штучка Хорошая Но точно Я хочу Поставить Фонтанчик Наверное Где-нибудь Рядом С водой И цвет Тут поменять Какой-нибудь Все Продолжение следует Не знаю, может быть, такой. Так вроде не сильно в глаза бросается. А зеркала, ну не знаю, может их прям вот кто-нибудь по центру поставить. Ну, пока ставим так, посмотрим, потом, может быть, подвинем. И, наверное, маркер я тыкну куда-нибудь. Тоже где-нибудь рядом с краешком, чтобы они сюда подходили поближе, их видно хорошо было. Я еще сюда посажу какое-нибудь, наверное, растение, чтобы еще чуть-чуть прикрыть, чтобы оно как бы было, но не сильно было видно. Я люблю маскировать элементы обогащения, чтобы они не так явно в глаза не бросались. Ну, растение... Так, а, нет, все. Отлично, вольер. Ландшафт это я помню. Социальная группа. А сколько вам надо? Почему мне казалось... Четыре. Ну, возьмем самку тогда еще одну, ничего страшного. Я думаю, что она тоже вполне сюда влезет. И не сильно потеснит всех присутствующих. Ну, растение тогда посмотрим, что нам здесь подходит. Во-первых, наверное, я возьму и уберу прикрепить к поверхности. Для деревьев так точно, иначе деревья у нас от этих бугорков, они, короче, становятся немножко под наклоном. Так, высоко. Может, такое дерево им поставить, чтобы они там в нем прятались? Интересно, они вообще могут под ним проходить? Или не могут? Нет, хотя, наверное, громоздкое, но слишком пушистое, наверное, все-таки для нашего вольера. Ну, вот это уже, я не знаю, пока поставлю тут рядышком на всякий случай. Вот это что-то симпатичное. Наверное, я тоже пока оставлю. Так, это у нас падок. Тоже неплохой вариант. Вы пока вот смотрите, я сюда в уголок отставляю деревья, я не знаю, это куст или нет, наверное, все-таки это дерево, которые мне понравились. Можете пока подумать, что вам больше нравится для этого вольера. Я пока хочу еще немножечко посмотреть, чтобы было из чего выбрать. Ну, да, небольшое. Я и стараюсь выбирать не самые большие деревья, но совсем какую-то мелочь. Мне кажется, тут все-таки нужно что-нибудь, хотя бы один-два каких-нибудь ключевых таких моментов. Здесь домик, здесь домик, и вот где-нибудь вот здесь прям просится что-нибудь такое слегка повыше этих домов. Ну, мне так кажется. Мы посмотрим, померяем, конечно. Я пока вот откладываю варианты. Можно будет кустики какие-то посмотреть. Ну, у них, конечно, да, здесь очень мало можно, но ничего. Но страшного с ними не случится, если мы чуть-чуть переступим за этот порог. Мы даже прям понаблюдаем. Я когда делала, я вот, ну, немножечко уже проспойлерила. Кто видел, что в этом, в третьем сценарии я строила для павлинов вольер. И там я тоже немножечко здесь перешагнула. Ну, уж просто очень мне хотелось добавить то, что я там добавила. Я пробовала убрать, но не то. Вот. Поэтому я решила оставить. Да, немножечко здесь как бы упало, но на общее благополучие это не так сильно и критично повлияло. Поэтому мы будем смотреть, пробовать. Вообще, кстати, тоже вспомнилось по поводу растений. Очень многие блогеры, я не знаю, смотрит кто-то из присутствующих зарубежных авторов наверняка. Очень многие используют растения, которые вообще не подходят виду животного. Одна из причин, например, то, что они хотят сделать зоопарки реалистичными. И, например, если вот у нас зоопарк в тропиках в Африке, логично, если я посажу здесь какую-то ель, то в жизни она бы, скорее всего, да не скорее всего, а точно умерла бы. Потому что ей нужны другие условия. Ну вот, например, какая-нибудь, я не знаю, таежная ель в Африке, естественно, ей было бы некомфортно. И поэтому, чтобы добиться реалистичности, очень многие блогеры исходят из этого. Они используют в вольерах растения, не которые подходят животным, а которые на самом деле растут на этом биоме и континенте. И, естественно, животные жалуются, им не нравятся, якобы, что это не их привычные растения. Но в целом, все равно на общее благополучие это не так сильно влияет. Ну и действительно, вы вот часто видели, например, в зоопарках какой-нибудь, я не знаю, зоопарк примерно нашей, ну, средняя такая температура, там, я не знаю, вот у нас, у нас примерно в Эстонии почти как в Питере погода. Вот тут представьте, я не знаю, есть ли в Питере зоопарк, ну, представьте вот такую погоду, да, и, допустим, зимой, например, какой-то открытый вольер тропического животного, чтобы там стояли нагреватели и какие-то пальмы, но, естественно, оно все погибнет, и никто не будет в открытый вольер ставить нагреватель, потому что это, ну, считай, улицу отапливает. То есть это такой тоже некий момент в игре, как бы он понятен, но если мы хотим прямо реализма придерживаться, в общем, некоторые вообще не обращают внимания на такие вот моменты. Я, на самом деле, тоже стараюсь каких-то животных, например, в тайге, раньше, естественно, я строила так, а сейчас я стараюсь, если у меня, например, я хочу в тайге поселить павлинов, то я им сделаю все-таки крытый вольер, потому что там обогреватели будут более естественно, что здание отапливается, а не просто на открытом пространстве у тебя там стоят обогреватели, охладители. Ну вот, я про то и говорю, что многие строят, именно делают растения, которые и должны расти в этом биоме, и ну и что, что животным не очень оно подходит. Вот, ну, в принципе, я долистала растения, но, опять же, я смотрю сейчас для них. Я не сильно делаю упор на то, что мы в Африке. Здесь вот у нас Азия стоит. Ну, просто это наш первый парк, у нас тут не стоит цель сделать супер-мега реалистичное что-то. Просто попробуем, наша такая проба пера, первый какой-то такой парк, и пока будем более-менее учитывать животные, но иногда, может быть, вот по растениям, как я сказала, чуть-чуть перебор, ничего страшного с ним и не случится. Не знаю, ну вот мне вот просится вот куда-нибудь сюда дерево. Ну вот прям вот просится. Причем вот именно это даже, мне кажется. Это очень красивое дерево, но у меня сомнения, потому что здесь такой яркий зеленый, а оно такое светлое. Мне кажется, вот это все-таки лучше смотрится. Еще у нас такой вариант. Такой вариант тоже хороший, красивый. Но если вот мы сейчас попробуем заменить, вот у нас стоит дерево, и попробуем сейчас вместо него поставить вот такое. Но как будто бы уже что-то не то. Не знаю, напишите, напишите, что вы думаете. Мне кажется, вот это дерево, оно прям вот появилось в игре для того, чтобы появиться в этом вольере вот именно на этом месте. Мне так вот прям видеться, кажется, не знаю, что вы думаете об этом. Тис лучше. Ну вот мне тоже кажется, что вот он прям... Прям ему здесь место. Вот теперь можно уже смотреть что-то тогда по мелочи, по наполнению. Какие-нибудь кустики, камешки. Я хотела еще бамбу. А есть ли тут бамбук? Да, в Азии должен быть бамбук. Он, конечно, прям зеленый, но... А может быть... И как-нибудь... Или даже где-нибудь прям за... Чтобы это не сильно и на них влияло, и территорию им закрывало. Как-нибудь, например... Вот так. А вот так... Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего себе! У нас тут было пару деньков. Оказалось, вроде лето пришло, тепло. Но последние дни прям что-то как-то совсем... Даже не дни уже, наверное, неделю или больше. Прям как будто бы лето приходить вообще не собирается. Блин, плюс 37, обалдеть. Ну, а это вообще насколько это типичная температура для, так сказать, здешних мест? Если, допустим, там часто такая температура, то растения-то, понятное дело, привыкшие уже к... К такому экстремальному теплу. Нет, у нас обычно до 30. Ну, в принципе, недалеко ушло на самом деле. У нас-то летом 30 это, ну, нечастый гость, я бы сказала. Бывает там летом, я не знаю, какая-нибудь счастливая неделька, когда под 30. Ну, наверное, максимум 2 за лето, не знаю. Так, подскажите мне, пожалуйста, я что-то делаю тут, это нормально или я какую-то чепуху уже начала творить? У меня уже кризис какой-то начался. Что думаете об этом? А то я тут что-то ворочу и, может быть, вообще зря это ворочу. Как вы считаете? Так, тут чуть-чуть в дом заползло. Ну, чуть-чуть подвинем. Не знаю, вот нужно ли оно. Так, проще сделаю. Наглядный пример. Возьму... Сейчас все вот это вот. Вроде все взяла. Так, удалю. И добавлю. Так, а где у нас добавить? Ага, вот. Надо оно или не надо оно? Подскажите, я уже не понимаю, у меня уже это, как его... Глаз замылился? Ну, вот мне тоже показалось, что надо что-то за вольером залепить. И чтобы так эта полоска тоже в глаза не бросалась. Ее, конечно, отключить можно. Я не знаю, тоже знали вы или нет, что она отключается. Я не знаю, если интересно, кому... Сейчас я поищу. Вот, интерфейс показывает границы зоопарка. Если ее убрать, то вот, все, ее нету. Но в этом прикольно, если как бы она раздражает. Но в целом, все-таки иногда нужно видеть границы. Вот, я обычно не выключаю. Ну, и мне показалось, что именно бамбук... Все-таки у нас здесь бамбук, тут бамбук. Наверное, оно как бы должно подходить друг к другу. Не знаю. И кормушку надо. Кормушку что? В принципе, если вы, конечно, хотите, я могу добавить. Но на самом деле она не сильно и нужна. Потому что у нас есть... Вот у нас что есть. У нас есть обогащалка, лакомство. Сюда будут приносить еду. И если здесь, например, надо им еще еды, ее будут просто куда-то сыпать. То есть, если вы не поставите кормушку, животные с голоду не умрут. Им будут сыпать куда-нибудь на траву. Но мы можем поставить... У них тут сейчас... У них вот такая миска. Здесь тоже можно цвет поменять. Не знаю. На какой-нибудь, например, такой. И... Не знаю. Скажите, что вы думаете, если хотите, я поставлю. Не знаю. Ну, вот, например, здесь. Но... По факту она им не нужна. Я не знаю, визуально вы хотите ее здесь видеть или нет. Можно тоже заморочиться здесь камнями, ее как-то украсить. Но, не знаю, надо ли. В общем, напишите, оставлять ли миску. Про обогащалку подробнее что? Как я ее здесь спрятала? Таким образом. Или... Что если туда приносить еду в кормушку? Или что поподробнее именно? Под дерево можно. Но я вот, кстати... Я и ставила в третьем сценарии тоже где-то рядом с деревом. Не совсем у глаз. Но, правда, с той стороны можно было посмотреть. Тут как бы фишка этих всех обогащалок, что зрители на них смотрят. Но у нас здесь их хватает. Можно, в принципе, и поставить где-нибудь. Ну, вот здесь, например. Так нормально? И про воду, опять же, колонку с водой или корыто можно поставить. Но если у нас есть с вами водоем, то, в принципе, в этом нет необходимости. Они пьют прямо из водоема. Но, конечно же, надо убедиться, что есть водоснабжение, и вода очищается. Иначе они будут болеть. Но, в любом случае, если даже поставить колонку, и у нас есть водоем, и вода не очищается, рано или поздно кто-то все равно оттуда попьет и заболеет. Вот. Ну, мы ставили очищение воды сюда. Поэтому у нас не должно быть никаких с этим проблем. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Продолжение следует... А вот здесь прям, по-моему, хорошо смотрится. Даже лучше, чем там. Или мне уже кажется... Я говорю, у меня уже глаз замылился, я уже могу... Мне уже может быть все красиво или все некрасиво. Потому что уже, это, немножечко подустала. У нас сегодня прям какой-то рекорд. Это у нас... Я не знаю, видно у кого-то, сколько уже стрим идет? Посмотрела. Четыре с половиной часов, представляете? Я не представляю. Сейчас я тогда запись еще одну поставлю. А то вдруг так много не запишет. Я записываю стрим. На всякий случай, параллельно еще. Четыре с половиной часов. Господи. Нет, для игры в эту... Ну, для Planet Zoo это, конечно, немного. Но для первого стрима, по-моему, я сегодня перевыполнила вообще все возможные нормы. Нет, я играю без модов. Я моды даже никогда не пробовала. И, честно говоря, у меня нет ни малейшего желания вообще их попробовать. Я ничего не имею против. Просто я не... Не вижу в этом смысла для себя. То есть в игре и так достаточно много интересных животных. Блин, в игре сейчас получается... Сколько у нас? Если я не путаю, 158 видов животных. Вы себе можете представить, сколько это? Большинство, наверное, я не знаю. Видели вы вообще всех животных? У кого есть вот все даже DLC? Всех ли животных вы вообще смотрели? Всех ли животных заселяли и разводили? Мне кажется, это очень большая цифра. И, в принципе, здесь уже нет недостатка в животных. Ставить моды из-за других видов животных я не вижу смысла. Тем более, насколько я поняла, про моды есть рискины. То есть вот эти все моды на других животных, они не создают там особо сильно много каких-то индивидуальных черт, что ли. Они просто берут какое-то готовое животное и, ну, его повадки, вот это вот все немножечко меняют. Ну, если кто-то очень прям сильно ждет какое-то животное, может быть, ему здорово. У меня нету каких-то определенных фаворитов. Я никого не жду в игре. Меня все устраивает. Я с любой вообще контент, любой вид животного принимаю с радостью и с благодарностью. Вот. И поэтому меня мода, в принципе, не интересует. Возможно, там есть еще какие-то моды на... Я слышала, есть какой-то мод на упрощение строительства вроде, или как-то так. Я в нем тоже смысла не вижу, потому что я нашла подход ко всему, и у меня нет сложностей там, ну, с дорожками, с постройками. Нет, они иногда бывают, но я в том смысле, что нерешаемых проблем нету. Просто иногда чуть-чуть подольше повозиться, и никаких проблем. Я сильно не страдаю, поэтому, как бы, ну, в модах нужды у меня просто нет. Так, что у нас тут есть еще? Я знаю, есть моды на... Кто-то очень ждет этих водных животных. Есть моды, там, на всяких дельфинов, косаток, там, всякое такое. Вот, может быть, тем, кто очень сильно ждет и не может дождаться, мода – это хороший вариант. Недостаток модов в том, что моды могут ломать игру. Вы можете потерять все свои сохранения. А лично для меня это катастрофа, потому что у меня не осталось ни одного сохраненного парка, но у меня осталась огромная коллекция животных во франшизе. У меня все виды животных, все вариации их окрасов я коллекцию собирала полтора года. И потерять все это у меня от одной мысли волосы шевелятся, что я полтора года, получается, ну, все труды напрасно. Поэтому я даже думать не думаю ни о каких модах. Чтобы минимизировать риск, потерять, так сказать, все сохранения, нужно использовать моды обязательно той же версии, что и игра. Не все мододелы, или как их назвать, ну, кто делают моды, не все обновляют моды регулярно, и за этим прям нужно следить. И если мод не совпадает с версией игры, в общем, можно серьезно пострадать, потерять все свои сохранения. В общем, как-то так. Вот это, наверное, главная причина, по которой я даже не думаю про моды, потому что я слишком ценю свою коллекцию. Ага, ну вот мы уже перевыполнили тут сильно, сильно перевыполнили. Ну, я не знаю, станет ли им легче, если мы уберем вот эти последние. Немножко. Вот это хочу оставить. Можно тогда сделать как-нибудь... У нас есть покрытие. Оно, короче, не считается за растительность. Его можно использовать сколько угодно. Вот как-то так. И оно ничего не добавляет. Если его поглубже утопить, то вот это выглядит прикольно. Бамбук. Ну, подальше можно, но мне кажется, это будет немножечко... Стряно. Пробел будет. Или нет, мы никому не скажем, никто не увидит. Никто же это не посмотрит. Никто не узнает. Ну, хорошо. О, даже почти хорошо. Но я думаю, нормально. Больше уже не стоит страдать. Просто еще каких-нибудь таких штучек понавтыкаю, где хотела. Ну, вот, да. Издалека не видно. Да, на самом деле-то и сблизи получилось не сильно прям далеко. Почти рядом. Ну, как будто их сажали с учетом, что они разрастутся. Вот эти листики у них и раздадутся. Поэтому их как будто бы специально чуть-чуть подальше посадили. Так все и было задумано. Держим. Держите. Держим. Хорошо. Посадим. И еще хотела здесь. Здесь. Сейчас я что-нибудь придумаю. Вот как-то вот, ну почти, ну почти, вот, и вот она обогащалочка. Если присмотреться, видно издалека. А это у нас маркер запахом трав, так что вот, это у нас такой цветочек. И он вкусненько пахнет, его будут переходить понюхать. Так, все логично. Камней, не знаю, мне кажется, вот пустовато, да, растение уже получается перебор. Камней потыкать тогда получается. И в принципе, наверное, это все, что мы здесь можем добавить. Мы можем добавить камней, и ландшафт еще перекрасить останется. Камешки, камешки. У меня где-то была... Если я сейчас быстренько гляну, если я увижу... У меня была табличка окрасок для камней. Долго искать не буду, если быстро не найду, то... Так, сейчас попробуем. Что-то нашла? И так далее. Это я попыталась Сейчас еще попробуем Другой вариант Я попыталась сделать Типа мшистый камень Сейчас еще тропический Попробую Посмотрим Какой лучше или оба используем Точно то Это у нас значит Получается Типа вот такой тропический Ну почти Не совсем конечно А это у нас вот Вот Типа Типа таких Так Тогда можно Поставить здесь галочку Произвольный поворот И они автоматически будут крутиться То есть Посмотрим Вот допустим я нажимаю Вот он сразу повернулся Я могу тогда просто вот Перетащить куда-нибудь И опять Это чтобы вручную каждый раз не крутить Если кого-то это напрягает Очень Можно включать Вот такой поворот Так afgh а В В В В В В В В В Что-то в чатике подзатишили Все уже тоже устали Ну сейчас мы уже почти Почти закончили Чуть-чуть осталось Буквально последние штрихи Довести до ума Так, 6 А, что же я мучаюсь Можно, кстати, вот еще Как удобно делать Брать Цвет Выделять Ctrl-C Стандартно скопировать И здесь просто Ctrl-V Enter И тогда перекрашивается Внимательно Привет Внимательно Это хорошо Было бы здорово Если бы еще Как-то со мной Разговаривали Потому что Я уже тоже Маленечко подустала И Уже как-то сложнее Не знаю Думать О чем говорить И глаз у меня Замылился И вообще Не знаю Это вроде Немного камней Это вот Которую я только что удалила Вот это вот Или про другую Ой Не то И это просто было Ну Откуда я копировала Брала Камни О Можно что-то еще Такое Попробовать Какую-нибудь Каменную Кибану Или Я не знаю Как Как называется Правильно Красиво Композиция Из камней Кто-нибудь Знает А игрушки Для питомцев А все игрушки Уже стоят У нас Вот такой вот Фокус Это Так У нас У павлинов Всего три варианта Маркер запахом трав Зеркала И фонтанчик Всего три варианта И вот наши Зеркала Наш Маркер запахом трав И наш фонтанчик Вот они все Три Здесь Просто я их Немножечко Замаскировала Мне нравится Когда они Не прям так сильно Выделяются В глаза бросаются А так Между делом Вроде они есть Но и при этом Не так сильно Очевидны Скажем Сейчас тогда Перекрашу их Красивая композиция Из камней Ну может быть Но Ой А это вообще Как так Как это вышло Почему так вышло Что случилось Я цифру что ли Пропустила Какую-то Почему он стал Фиолетовым Что-то пошло Не так Во Не знаю В чем прикол Как так вышло Ну Красивая композиция Из камней Может быть Я про то Что может быть У этого есть Какое-то Свое название Вот там Например Я не знаю Композиция Из цветов Правда Наверное Сухих Но все-таки Вот там Экебана А может быть У композиции Из камней Тоже есть Какое-то Свое название А камни Перекрашивать Можно не все Это Можно перекрашивать Только искусственные камни Они Из DLC Водный мир Сейчас Вот они Вот они Здесь Вот такие Вот камни Искусственный Камень Искусственный Можно перекрашивать Вот эти Кстати Тоже Искусственный Камень Типа Под дерево Их тоже Можно перекрашивать Ну нет Ну как Это не то Что есть таблица Это просто Я однажды Так сказать Блуждала По просторам Англоязычного Сообщества И наткнулась Что Кто-то Спрашивал И Кто-то Прислал Свой Какой-то Вариант Таблицы Как перекрашивать Камни Ну Которые Похожи На Ну Именно Для искусственных Камней Которые Похожи На настоящие То есть Я это Просто Себе Скопернула Вот Официальной Таблицы Конечно Нет Это просто Кто-то Молодец Постарался Сделал Так Ну Я не знаю Что-то Из этого Дальше Пробовать Или это Уже Какая-то Самодеятельность Выходит Непонятная Им конечно Такая большая Гора Какая-то Не нужна Это я просто Пытаюсь Как-то Занять Пространство Потому что Растения Мы уже И так Немножко Перебор Сделали И поэтому Я вот Думаю Нужно ли Здесь Ставить Что-то Можно Еще Разбавить Искусственные Камни Тогда Настоящими Немножечко Немножечко Как-то Я даже Не знаю Есть у кого Годные Предложения Какие-то И Что Вообще Выходит Из этого Что-то Или Я просто Зря Трачу Время Немножко Помогите Где-то Двист Один Немножко Субтитры сделал DimaTorzok С этой стороны тоже что-то, наверное Это уже вообще что-то большое Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим, что из этого Субтитры сделал DimaTorzok Ну не знаю Что вы думаете Маленькое какое-нибудь Чутковое растение Ну может быть Но как-то они, конечно, не очень будут этому рады А если А если А если Я так никогда не делала Ну не знаю, может попробовать Удастся ли это как-то сюда вписать Может как-то так Ну просто вот у этого не считается Не считается им Минус Да, я говорила, что это не так страшно Но просто у нас и так минусы Вот прям Не знаю Сильно уходить бы не хотелось Или сделать что-нибудь Не знаю Минус Минус Можно посмотреть эти уголочки прикрыть и здесь тоже ну не знаю может быть все таки оставить здесь еще как то так не знаю стоит ли еще здесь что-то делать как будто бы можно еще правда еще такой штучки здесь вот добавить немножечко чуть-чуть и сейчас вспоминаю себя несколько лет назад когда у меня только появилась игра я ставила все дефолтное особо еще не знала механик как можно все строить и была почему-то в восторге но на самом деле да есть такое что какие-то вещи они так в принципе неплохо сделаны и но я тоже сперва когда у меня игра появилась я тоже удивлялась блин как это все так просто палочку поставил уже уже красиво на тоже такие мысли были ландшафт и земляного да добавлю я ландшафта я просто хотела закончить с основным всем ну да наверное тут еще что-то городить уже прям лишнее будет поэтому можем тогда к ландшафту приступать все таки я открою что у нас тут они скажут я бы хотела все таки добавить все таки высокой травы сколько они мне дадут это сделать так постараюсь немножечко ускориться ну вроде можно много травы так что это хорошо я уже говорила что я люблю добавлять в какие-то такие места на например если мы говорим что животное например у него в вольере покосили все равно около камней или прям около самого вольера все равно останутся какие-то мест места ну где даже косилка не достанет поэтому вот мне нравится делать вот что нибудь как-то так ну в общем те растения там камушки добавлять немного высокой травы ну в принципе наверное достаточно мне конечно немножечко еще бы хотелось вот этот перепад или нормально напишите что вы думаете мне он как будто немножечко напрягает напрягает большой на за полу убрать произвольный поворот часто поставлю потом забываю про него и когда не нужно вам вылезает не знаю насколько лучше я тот же камень ставлю просто немножечко переход получается меняется вроде нормально у моего животного очень хорошо и тщательно покосили еще кстати можно даже здесь добавить здесь здесь же у нас никто не ходит газон не топчет и косить здесь наверное тоже не очень удобно с дорожки уберу я там видела что заехала так так а что мы не поставили кто скажет кто молодец кто внимательно следит я сейчас вспомнила что мы не поставили краны правильно но не все еще кое-что есть так 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 а вот 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 да ящик для пожертвования мы тоже не поставили вот про него я как раз и вспомнила освещение я вот не знаю насчет освещения я думаю что мы не будем ставить освещение если вы конечно очень хотите в теории потом можно будет над этим поработать но я на самом деле не так и часто ставлю освещение потому что я обычно не играю ночью я знаю что если красиво сделать освещение то ночью виды просто фантастические но мне просто как правило так получалось что лень было с этим заморачиваться и я не делала освещение вот так что если вы хотите конечно можем вряд ли уже в этой серии я думаю что вольер закончен да и все но в теории следующий раз мы можем потом и сделать но я бы не сказала что это так же муторно как дорожки в каком-то смысле это легче в каком-то смысле сложнее но там наверно основная сложность если ты перфекционист симметрии как бы все а так ну там же есть эти светильники на ножки типа фонари их можно раскидать просто по дорожкам самих вольерах там не за пару лампочек кинуть не так сложно это все но конечно опять же время время кушает время кушает и если мы не собираемся играть ночью ну не знаю насколько это нужно и полезно обычно прожекта ну тут смотря опять же да смотря какая цель на прожекторы вот с прожекторами не просто прожекторы да хотя я тут кстати видела сейчас покажу сейчас чуть-чуть туда это самое до раскидываю земли я вот кстати там просто вспомнила что что-то пивас писал про подробнее про кормушки вот я либо не получил ответ либо пропустила ответ только сейчас вспомнила внезапно так озарение снизошло так что если ты еще здесь можешь тогда спросить что хотел а вот про прожекторы про прожекторы мы говорили и сейчас если я вспомню покажу классную штуку с прожекторами как раз я ее увидела в сценарии водный мир по моему но не точно в сценарии увидела штуку восхитилась сохранила ее как чертеж а потом увидела что оказывается и так есть такой чертеж и я такая ну вот я как-то я мимо него все время проходила но возможно это не водный мир так сейчас посмотрим очень прикольная штука интересно где она может быть может так освещение у нас где было здесь может здесь посмотреть если не водный мир то что же это было там короче несколько прожекторов я не знаю может видели такое уже несколько прожекторов вместе связанные на столбе короче сделано как один светильник очень удобно не надо эти прожекторы куда-то крутить вот вот я нашла деревянный фонарный столб он у нас это основная игра почему-то я думала что это dlc вот она у нас как выглядит его же и опустить можно здесь у нас получается так пролетая куда-то мимо что ж такое сколько три прожектора до три прожектора они здесь установлены вот ну в общем может быть и знали про такое я вот когда нашла я была просто потрясена что я не знала что это есть в игре и и это можно использовать в общем прикольно и кстати освещение довольно мягкое приятное не не как обычно прожектор поставишь и просто полоса такая что-то ослеп так ну что посмотрите пожалуйста свежим взглядом как вам ландшафт я значит получается добавила травы и земли и в воде у нас там даже камень есть я его наверное закрасила здесь можно чуть-чуть вернуть эту границу здесь и как тогда вообще в целом мне кажется по ландшафту уже ничего менять не нужно и по наполнению я уже тоже не знаю мне кажется что-то еще добавлять будет лишнее еще раз сейчас покажу еще раз сейчас покажу вот так вот у нас выглядит вольер естественно здесь еще вокруг что-то будет сажаться украшаться подумаю еще на тему вывести речку хотя мне казалось неплохая идея озеро вывести а сейчас вот я уже сомневаюсь не знаю мне кажется вот как-то все так отлично получилось что даже как будто бы не хочется ничего трогать можно еще вот что можно сделать выбрать выбрать воду и поменять цвет воды сделать прозрачность немножко поменять чтобы не знаю такая слишком прозрачная вода ну такое наверное редко бывает вот как-нибудь можно даже цвет какой-нибудь поставить а вот тропики есть ну тут он какой-то слишком 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 мне мне такое слишком экстремально вот здесь что-то вот мне кажется или нет что думаете насчет такого как бы смотрится в принципе Everglade как будто бы вливается хорошо в общую атмосферу или поменять как как вам кажется ну вот да потому что прям такая кристально чистая вода я сомневаюсь что она бы была в конце концов и птицы оттуда пьют и дождь идет и все-таки немножечко должен быть наверное какой-то оттенок у воды ну вот как-то так можно тогда еще что сделать напоследок проверить как у нас тут чувствуют себя птицы ага ландшафт ну вот 93 процента то есть получается мы чуть-чуть заехали не сильно а низкой травы теперь много ну вот мне казалось что придется тогда чуть-чуть земли добавить так и сверху низкой травой опять нажимаю спасибо большое спасибо большое рада что понравилось не зря мы с вами тут значит сидели сколько уже наверное почти пять с половиной часов вы можете себе представить я я не верю мне не верится в это я когда думала про стрим я думала блин сделаю наверное на час ну хотя наверное на час мало что там пока пока начнется все пока то сё наверное все таки в идеале сделать бы часа ну наверное на три а вот как то все так пошло и просто даже как то не хотелось заканчивать пока я не сделала ну изначально у меня была мысль сделать вот начало какое то вот мы сделали начало да потом я думала стоит ли делать еще вольер и решила посмотрю по своему самочувствию в принципе я чувствовала себя готовая рваться в бой я решила что значит мы таки сделаем один маленький вольер мы специально уже выбирали животное да какой нибудь кому не нужна большая территория кому можно сделать простенький вольер чтобы сильно с этим не зависнуть так ну все ландшафт подгадали о а это по ландшафту а не по растениям было 93 наверное о а я и забыла вы представляете я забыла что у нас в карантине сидит еще одна девочка у нас конечно игра на паузе стояла но просто сам факт что я вообще забыла о ее существовании так ее сейчас принесут посмотрим тогда напоследок по требованию ничего не поменялось ли ну должно в принципе я думаю хватать им места сейчас ну вот и все семья в сборе социальные условия социальные условия все у нее был стресс в карантине видимо ей там не нравилось питание качество последнего приема пищи тогда мы сейчас питание поменяем и когда их в следующий раз покормят эта шкала у них пополнится и в принципе все остальные у нас у нас да у нас получается ага и чистота которую последний раз пили но это где-то они там откуда мы их купили здесь их еще не кормили начинается дождь я сейчас быстренько промотаю в общем здесь их еще не кормили они не пили так что начался дождь сразу в укрытие побежали ну да в принципе им тут место более чем вот их тут а где еще одна девочка туда побежала нет а где пошла под дождь а ну все все на месте питание повыше да да я уже поставила вот здесь она под дерево села здесь тоже как бы укрытие считается если мы посмотрим по зонам укрытие нет не считается а почему а наверное высоко слишком дерево поэтому как укрытие оно значит не считается но под дождик от дождика она там видимо спряталась ну да у нас все у нас проседает только питание я поменяла его и все вольер значит готов а вот экраны и урну для доната точно 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 совсем забыла не знаю по цветам может быть что то такое коричневое может быть что то такое коричневое по-моему неплохо по-моему неплохо а урны я поставлю здесь с двух сторон таким образом таким образом с какой стороны бы наши посетители отсюда не выходили им не нужно будет о первые донатики полетели как раз когда я в воздух ее подняла вот еще вот то есть они здесь выходят и на выходе получается с одной стороны или если кто-то выходит с этой здесь тоже такая ну чтобы здесь не городить не мешайте обзору вот здесь как-нибудь еще рядом можно будет воткнуть здесь потом какой-то куст чтобы еще менее заметно это все было вот но надо нам поставить экран 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 я не знаю я поставлю стандартный пока что или или не стандартный нет наверное пока стандарт и меня сейчас понесет я сейчас начну фантазировать выдумывать и еще часа на два это может продолжаться бесконечно мы сегодня и так пять с половиной часов все пора закругляться потому что это уже это уже хватит поставлю пока вот так вот просто чтобы чтобы было чтобы было а на следующем стриме можно тогда будет это как-то придумать как украсить можно еще тогда поставить так что хотела знаки не кормить у знаков не кормить и не шуметь не беспокоить есть своя зона действия ее можно посмотреть опять я рассказывала во втором сценарии карьеры но вдруг кто-то не смотрел можно поставить вот я сейчас выбрала знак не кормить и он показывает радиус то есть в принципе вот конкретно здесь например если я поставлю один знак его хватает на всю эту дорожку чтобы посетители как бы не кормили можно конечно поставить еще не шуметь но в принципе павлином это не страшно оно как бы им ну не мешает о а у нас уже детишки это что пока я мотала дождь у нас уже успели появиться детишки это у кого как все ну я знаю что павлины в этом плане очень быстрые так это получается у нас обалдеть это у одной столько родилось что ли а а а похоже что да нет все похоже нужно их сажать на контрацептивы потому что и блин это так и же еще одна беременная если она еще столько выдаст это конечно кошмар поставь не шуметь они со временем стрессуют я вот ни разу если честно не видела чтобы они стрессовали но я поверю поставлю ну я просто именно павлины я ни разу не видела чтобы стрессовали именно от людей может быть от каких-то ну ладно поставлю демонстрировать не нужно я просто спрошу а что такое нестандартный экран не стандартный экран а как правильнее выразиться в общем можно взять без этих ножек вот это вот стандартный экран на ножках а можно взять просто экраны вместо ножек сделать какую-нибудь красивую я не знаю куда прилепить экран громкоговоритель вот эти все значки это все собрать в одну как декорацию и красиво все оформить я это имела ввиду что если я сейчас начну заниматься вот этим вот оформлением то меня может унести еще на несколько часов поэтому это оставим уже на следующий стрим а потому что хочется уже близится к завершению все таки ну поставлю я тогда здесь их рядом пока так просто вот не кричите и не кормите пожалуйста и все необходимое мы поставили ну и потом вот этот экранчик со знаками я как-нибудь красиво оформлю это еще на пять часов да ну может быть не на пять хотя я могу конечно и пять это тут как повезет поэтому да сегодня это уже не будем можно тогда сейчас а вот я опять пока болтаю я не дала контрацептивы у меня родила еще одна пава и еще одна уже беременна это просто сумасшествие какое-то а или нет дам самцу можно дать самцу и не париться вот и что у нас там опять девочки одни а нет один мальчик ну прям бабе царство так ну больше не должно быть и в принципе это у нас уже сколько детей хватает и укрытия и места что я думаю за них можно вообще уже не переживать можно пройтись так сказать обзорной финалочку сделать посмотреть что у нас вышло на режиме исследователя на режиме исследователя тут на режиме исследователя кстати тоже есть три высоты повыше поставим чтобы головы других посетителей нам не мешали и много места и не нужно да просто очень много когда птенцов рождается в принципе ну количеством именно я переживала из-за этого что может не хватать так ну что я спрячу интерфейс интерфейс если вдруг кто не знает я думаю все кто здесь наверняка знают на этот латинское или как правильно называется г на клавиатуре интерфейс скрывает вот ну все давайте тогда на финал посмотрим что что мы сегодня сделали что мы сегодня сделали казалось бы всего да ничего а так долго пять с половиной часов боже мой не забудьте тогда пожалуйста я видела что кидали в чат и дискорд что-то пеликл возможно в дискорд кидали не забудьте пожалуйста написать свои варианты как мы можем назвать парк я сделаю тогда картинку и вы выставлю сюда чтобы заходя в парк сразу ну как ну как логотип чтобы было видно какой у нас парк можете прямо в комментариях потом под этим видео написать или прямо в дискорд написать смотрите как вам удобно ну пройдемся наверное пока кружок вместе со смотрителем посмотрим что у нас получилось даже не знаю что еще на финал очку можно рассказать могу пригласить всех кому понравилось на следующий стрим стрим на следующей неделе я думаю что в субботу и скорее всего примерно в такое же время где-то между пятью и семью пять пятись пять тире семь скажу так скорее всего в пять но могу чуть-чуть задержаться но в следующий раз должно быть полегче с настройкой я сегодня много времени потратила тоже перед эфиром я и вчера пробовала и перед эфиром еще пыталась ну сама настройка всего происходящего и так как я уже вроде как настроила и вроде писали что и по звуку все хорошо то должно быть в принципе ну быстрее это все вот и не должно быть такой сильной задержки может быть даже можно будет начать и часов в пять можно еще колесикам мыши придвинуться посмотреть что у нас тут что-то еда попахивает смотритель пришел должен убраться ну по-моему все таки ничего укрытия получилось с этого ракурса прям вообще смотрится отлично даже лучше чем мне казалось ну по-моему все таки ну по-моему все таки ну по-моему все таки убежала к нам сюда в гости попить или что травку поклевать и детишки такие сразу следом подтягиваются ну наверное все собственно то что у нас получилось я показала здесь вот у нас можно посидеть отдохнуть потом что-то перекусить можно будет и вот весь наш труд за сегодня как-то так ну что все благодарю всех кто сегодня был со мной отдельная благодарность тем кто прислал донаты спасибо большое очень приятно было ну и всем конечно тоже что присутствовали что делились своим мнением комментариями советовали в каких-то моментах мне это тоже важно полезно вместе пришли к интересным решениям так что обязательно буду ждать вас на следующий стрим всем спасибо всем спасибо и всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока